Какие продукты сравнивают? Кому верить, кому не верить, потому что существуют различные исследовательские агентства, которые пытаются оценивать рынок по разным критериям и смотреть на то, какие продукты, какие технологии лучше решают те или иные задачи. Чаще всего любят, во всяком случае по моей практике, смотреть на вот тот квадрант, который нарисован справа, может быть кто-то даже знает, кто его рисует. Гартнер, да. Ничего не имею против Гартнера, как говорится, каждый зарабатывает кто как может, в том числе Гартнер исследовательскими вещами. Но если вы посмотрите на анализ, например, инструментов аналитики, то есть это вот квадрант, собственно, последних лет, в данном случае не после последнего года, от февраля 2018-го, то очень интересно будет посмотреть, как Гартнер не только нарисовал те или иные элементы, но и как он объясняет помещение тех или иных, собственно, производителей с своими продуктами в эти квадранты. И первое, если вы вчитываетесь в документы, первое, чему удивляешься, это то, что вроде как бы хорошая компания, вроде как занимается анализом различных IT-технологий, применение к различным бизнес-задачам, но тем не менее те, кто посмотрит на квадрант Гартнера, например, там четырехлетней давности, увидят, что он совершенно не похож на то, что нарисовано здесь сейчас. Потому что фактически там 3-4 года назад Гартнер констатировал, говорит, слушайте, вы знаете, мы сами посмотрели на то, как мы анализируем, поняли, что наши метрики, по которым мы пытаемся мерить производителя, они ничему не соответствуют. И если раньше там было 3-4 года назад в квадранте лидеров 6, 8, 12 лидеров, то, собственно, большинство компаний 3-4 года назад были просто выкинуты из квадранта лидеров, остались вот трое, там, таблом и кроссофт клик. Еще более печальные такие сравнения выглядят, например, по итогам этого года, например, 19-го, когда вы начинаете читать документы и начинаете видеть, что, собственно, аналитики, к сожалению, не очень детально разбираются и не очень, может быть, хотят разбираться в продуктах, и начинается сравнение теплого с мягким и зеленым при этом. То есть у одного выставляются одни положительные стороны, у другого другие отрицательные, и возникает все равно вопрос, можно ли этому верить или нужно на практике что-то самому самостоятельно заниматься. Можно попытаться посмотреть на анализ тех, собственно, компаний, которые более узко специализируются, ну, в данном случае в области бизнес-аналитики, бизнес-аналитик и research company, и, собственно, посмотреть на их весовые категории, на тех или иных производителей. Можно на это все не смотреть, а просто слушать названия и продуктов, и компаний, те, которые наибольшие на слуху. Ну, вот я попытался там их, скажем так, вывести на экран в виде логотипов, там клик, табло, сап, оракл, Microsoft Power BI имеется в виду. Когда я готовился к этой лекции, я думал о том, ну, собственно, на каких продуктах показывать примеры, потому что все равно надо взять что-то за основу, и чтобы это визуально воспринималось, и не просто в теории, нужно показывать реальную работу с данными. Посмотрев, посмотрев, я, собственно, понял, что, в принципе, можно остановиться на вот тех компаниях трех, которых сейчас Гартнер фактически выделил в лидере, да, клик, табло, Microsoft, потому что они оказываются очень репрезентативными с точки зрения того, как они относятся к идее вообще работы с данными, и, в принципе, всех остальных вендоров, неважно в каких квадратах они находятся, можно раскладывать ближе к одному из этих трех вендоров и смотреть, собственно, чего он может, чего он не может. Поэтому, забегая вперед, вы увидите сегодня все три продукта и, соответственно, табло, и Microsoft Power BI и ClickSense, которые я показывал в том числе на предыдущей лекции. Теперь по поводу того, какие критерии сравнения. На самом деле, те из вас, кто когда-нибудь что-то сравнивал или будете сравнивать, чаще всего, ну, практика такова моя, во всяком случае, показывает, что выбор тех или иных инструментов в области бизнес-аналитики сваливают на коллег из IT. Это неплохо и нехорошо, но, на мой взгляд, это однобоковая ущербная позиция. Почему? Потому что, с одной стороны, бизнес-аналитика, безусловно, связана с IT-шной частью, но в том смысле, что данные хранятся в IT-шных системах, в каких-то базах данных, в каких-то, собственно, хранилищах, собираются какими-то там устройствами, в конце концов, мы все на компьютерах данные вбиваем или каких-то других инструментов, они на компьютерах сохраняются. Но, тем не менее, когда мы задаем вопрос, а кто будет потребителем бизнес-аналитики, то четко становится ответ некий бизнес-пользователь. То есть, выводы, соответственно, управленческие решения принимают пользователи. И коллеги из IT, естественно, могут быть такими пользователями в части работы с данными, связанными с IT-системами. Но, тем не менее, когда ты приходишь в организацию, и тебе говорят, слушайте, мы тут играем тендер, мы тут выбираем какой-то продукт, заполните, пожалуйста, табличку, наравне с Microsoft, Tableau, Power BI, еще чего-нибудь. И ты начинаешь читать и понимаешь, что там огромное количество технических терминов, а, собственно, люди даже не хотят задумываться о том, какие преимущества те или иные вещи принесут пользователям, то это вызывает вопросы. Поэтому не наступайте на те же самые грабли. И если у вас станет вопрос о сравнении аналитических систем, понимайте, что конечным потребителем является бизнес-пользователь, и основной, собственно, приоритет выбора инструмента должен делаться на него, но о коллегах из IT, естественно, тоже забывать не надо. Еще одна вещь, которую я проговаривал на предыдущей лекции и говорил о том, что, собственно, идея как раз бизнес-аналитики сейчас, это как тренд с ним бессмысленно спорить, это то, куда мы идем, сводится к тому, чтобы как можно большему количеству людей дать доступ к данным, чтобы они могли их анализировать, исследовать, на основе этих данных могли обучаться и использовать их при аргументации, при принятии решений, с тем, чтобы преобразовывать свою организацию каким-то улучшением. Так вот, на самом деле, если копнуть еще дальше, что такое именно анализ, то выяснится, что первый этап обучения людей – это попытка делать красивенькие отчеты, красивее, чем это получается в Excel. Дальше, собственно, приходит желание там что-нибудь анимировать, а дальше для людей приходит некое осознание, что важно не просто увидеть какие-то цифры, не важно просто увидеть их в таблицах или в графиках, анимированные или не анимированные, а важно, увидев какие-то цифры, иметь возможность в любой момент времени провалиться, собственно, в те или иные цифры, понять причины, следственные связи, и сделать в идеале так, чтобы не вы ручками писали какие-то запросы и, собственно, там отдельно вас учили, как это делать, а могли бы это делать интуитивно, если уже для вас в красивом виде представили всю эту информацию. Поэтому ключевым моментом, который я дальше буду, собственно, использовать как один из самых главных критериев бизнес-преимуществ, это возможность исследования причины взаимосвязи в данных. В чем сложности? Несколько разрезов с разных сторон. Сложности заключаются в том, что мы сталкиваемся с тем, что терминология, которую мы используем, она на самом деле запаздывает за теми идеями, которые реализуются различными производителями, поскольку еще и производители идут разными путями в попытках решать одни и те же задачи. Это неплохо и нехорошо, дальше возникает просто вопрос, какие идеи победят. Поэтому вообще к выбору нужно относиться очень аккуратно, и я дальше покажу несколько таких терминов. Когда вам говорят по терминам одно, понимают совершенно другое, отвечают на вопрос третьим образом. Поэтому реально, когда вы начинаете что-то сравнивать, нужно всегда понимать, на каком уровне беседы находится с вами человек и чего он, собственно, ожидает. Потому что даже с точки зрения компьютерных технологий, если посмотреть на периоды развития, там, в 80-е годы, в принципе, говорилось, полезен или не полезен компьютер, какой он может быть. Дальше мы перешли к вопросу о том, как данные хранить и систематизировать. Это был отдельный вызов, в принципе, и никто там особо ничего не анализировал, но, во всяком случае, не ставилась задача так, как она ставится сейчас. Дальше пошла вопрос автоматизации, как на основе накопленных данных можно обеспечивать автоматизацию и повторяемость процессов. А сейчас пошла речь о том, что уже вопрос о накоплении данных не стоит. Возникает вопрос, собственно, как получать и, собственно, ценность, анализируя эти данные, искусственный интеллект, собственно, мобильные устройства, данные доступные везде там, ну и так далее. Еще один срез, который связан с попыткой понять, как выбирать, связан с огромным количеством самых разных критериев. Можно, собственно, эти критерии вывести на экран. Они тут долго сейчас будут выводиться. Можете глазами следить, можете не следить, их много. Дальше я их немножко структурирую. А идея заключается в том, что все то, что здесь написано, это правильные вещи, с одной стороны. С другой стороны, под этими словами можно понимать все, что угодно. Вот сложность терминологическая. Эти сами термины сами по себе, они не дают общей картинки. Если попытаться разложить их и преломить в термины инструментов бизнес-аналитики и понять, а кому что нужно, как вот это все структурировать, то один из вариантов структурирования может выглядеть следующим образом. Первый вариант – это определение четкого критерия того, что будет являться ценностью. То есть ценностью, как я говорил, являются не технические вещи, а если подумать, а для чего нужна бизнес-аналитика и вообще какие-либо инструменты, не только бизнес-аналитики. Это достижение максимального результата за минимальное время. То есть если вы, условно говоря, поставили задачу, и у вас что-то для решения ее есть, и вы выбираете инструменты, в котором это будет решаться, то вот это, наверное, самый возвышенный критерий, который позволяет абстрагироваться технике и просто задать конкретному пользователю вопрос. Вот в себе в каком инструменте удобнее работается, в каком инструменте ты быстрее можешь решить ту или иную задачу. Второй критерий – это как разбросать вот те, собственно, функциональные возможности, систематизировать их по отношению к тому инструменту, который вы будете использовать, что должен уметь сам инструмент по отношению, собственно, к коллегам из IT, которые являются составной частью любой организации, поскольку обеспечивают техническую поддержку ваших информационных систем, и для бизнес-пользователей, которые, собственно, будут потреблять это все. Ну и вот все те термины, которые были на предыдущем слайде, я попытался здесь структурировать. Естественно, можно там это все не запоминать. Идея заключается просто в том, что идеальный инструмент, как он видится сейчас, по идее, должен, с одной стороны, иметь возможность решать задачи каждого из групп людей. У них совершенно разные приоритеты в плане, собственно, решения этих задач. И при этом он должен, с одной стороны, их четко разводить по функционалу, с другой стороны, он должен их объединять, позволяя решать общую задачу, собственно, критерий решения конкретной задачи, бизнес-ценность. Поэтому все, что связано с техникой, должно остаться у коллег из IT, и они должны следить за работой с данными с точки зрения поддержки этих систем. Все, что связано с бизнес-задачей, пониманием бизнес-процессов, способом вычисления показателей, принятия решений, должно остаться у бизнеса. А сам инструмент должен их, как я говорил, объединять и технически обеспечивать самые разные варианты взаимодействия. Но вот тут начинается, на самом деле, самое интересное, потому что под, например, мобильностью, наглядностью, интуитивностью, интерактивностью, расширяемостью, масштабируемостью каждый из производителей понимает что-то свое. Поэтому перед тем, как, собственно, дальше перейти к пониманию, кто что понимает, и показать это вживую, нужно понять, как все движутся к решению этой задачи. Сейчас более-менее за последние годы общие подходы у всех продуктов и упомянутых мной сегодня, которые я буду вживую показывать, стабилизировались. И, в принципе, можно сказать, что любой инструмент сейчас фактически использует следующую концепцию. Он говорит, есть некое аналитическое приложение, кто-то это называет словами отчет или аналитический отчет, это в данном случае все некие такие синонимы. Оно обычно состоит из нескольких частей, мы сегодня с ними тоже поработаем, говоря о том, что у нас потенциально есть разные источники данных. Уже на прошлой лекции мы обсуждали, что идея о том, что у вас есть один идеальный источник данных, в котором есть все собранные кем-то данные и идеально подготовленные, откуда вы можете эти данные брать, он нереален. Поэтому, в принципе, если мы рассматриваем крупную организацию, если мы рассматриваем вовлечение всех бизнес-пользователей в принятии решения, то, в принципе, мы сталкиваемся рано или поздно с тем, что источников всегда больше одного, а реально это в крупных организациях могут быть десятки источников. Соответственно, эти данные загружаются в некое аналитическое приложение с использованием некой последовательности понятных процедур. Иногда это просто чистая загрузка данных без преобразования, иногда это и с преобразованием данных, поскольку иногда данные хранятся в том формате, в котором их удобнее хранить, а не в том формате, в котором их удобно потреблять. Соответственно, в результате этого сценария загрузки эти данные попадают в аналитическое приложение. И дальше, поскольку эти данные должны быть увязаны в цельную картинку и должны позволять, как мы говорили, исследовать эти данные, над этими данными выстраивается некая модель данных. Наверное, слышали тоже такие термины, да? И дальше поверх этой модели данных выстраиваются те или иные наборы визуальных объектов с тем или иным функционалом. Кто-то просто рисует красивые картинки, кто-то добавляет к ним интерактивность, кто-то рассказывает, что эти картинки одинаково могут еще и отображаться на разных мобильных устройствах, ну а кто-то еще и упоминает, что таких аналитических приложений может быть много, и пользователей, которые пользуются разными аналитическими приложениями, может быть много и так далее. Но вот идея такая, и поэтому мы дальше с вами аккуратненько, по большому счету, вот в разрезе этих аналитических приложений и их составных частей посмотрим, как решают те или иные задачи каждый из упомянутых мной инструментов. Начинаем, собственно, с модели. Сначала пар немножко теории, чтобы было понятно, что я буду дальше показывать, а затем просто вживую будем смотреть. Простейшая модель данных, с которой обычно сталкиваются самые, ну скажем так, начинающие пользователи, это, естественно, обычная табличка, ну в Excel, наверное, все когда-то создавали какую-то, да. Что уж там может быть сложного, начинаете играться с фильтрами, выбираете, исчезают, у вас появляются какие-то данные. Сложного здесь, в принципе, ничего не придумаешь, поэтому даже если вам нужно рассчитывать какие-то формулы на основе любых столбцов ваших данных, вы достаточно легко ссылаетесь на те или иные ячейки и получаете правильные результаты. Как правило, эти источники характеризуются еще и тем, что они небольшие, потому что с табличками в Excel вы с большими объемами данных работаете редко, ну и в принципе Excel не позволяет с большими совсем объемами данных работать. Ну и с точки зрения вопроса, ну хорошо, если это самый простой вариант работы с данными, то как мы можем получить его, то есть если для пользователя это предельно понятный, автоматический, интуитивно понятный формат, то можно ли все данные свести к этим простым таблицам? Ответ нет. Когда-нибудь кто-нибудь, если пытался это делать, он знает, что существуют просто технологические некие ограничения, когда не все данные или не все варианты данных можно свести в одну простую таблицу. Поэтому обычно, как я говорю, при большой сложности данных исходных, когда они состоят из многих источников, даже если вы поставили задачу максимально упростить жизнь пользователю и все свести в одну таблицу, это либо требует огромных трудозатрат, второе сложность заключается в том, сколько у вас есть айтишников, которые, собственно, даже зная, как сводить это в одну табличку и даже, предположим, умеют это делать, сколько айтишников готовы это делать, если у вас много ваших бизнес-пользователей, и у каждого бизнес-пользователя роятся в голове гипотезы, возникают новые бизнес-задачи, и, собственно, под каждую из этих задач нужно делать вот эту вот новую табличку, может быть, кто-то слышал использование термина витрина, новую витрину. Собственно, поэтому технически вроде как в некоторых случаях возможно прийти к таким табличкам, но в реальной жизни чем больше задач, чем больше данных, чем больше пользователей, тем меньше возможности вообще все данные свести в одну таблицу. Или ваш департамент IT только и будет этим заниматься, постоянно, собственно, преобразовывая ваши данные к единой таблице. Следующий вариант — реляционная модель. Тоже наверняка слышали такие термины, когда мы говорим о том, что данные хранятся в разных табличках. В табличках есть некие ключевые поля, которые содержат одинаковую информацию. Собственно, между табличками появляются там связи, они бывают разных типов. Я вообще сгрузить техникой не буду. Кто захочет, может почитать технические вещи, связанные с реляционной алгеброй и логикой. Но смысл заключается в том, что этот инструмент, как реляционная логика, он предельно понятен айтишникам, он для них прост, понятен, они знают, как создавать какие-то запросы и писать, но это тот уровень, на который обычно бизнес-пользователи не лезут. Есть, конечно, продвинутые бизнес-пользователи, которые знакомятся с основами IT и реляционной логикой, но тем не менее, если взять за основу там 100% бизнес-пользователей, то, наверное, 1-2% реально там хорошо способны разбираться с реляционной логикой, особенно если она состоит из более чем 2-3 таблиц. Поэтому реляционная вещь хороша, а на большинстве систем хранения используется, но тем не менее, она неприемлема для пользователей. И есть третий вариант. На самом деле мы его посмотрим, все эти три варианта. Это вариант ассоциативной модели. Те, кто был на прошлой лекции, я ее уже показывал на практике. Это как раз, например, то, что используется в клике. По сути, эта модель состоит из двух частей. Нижняя часть — это чисто реляционная модель, которая позволяет воспринимать данные в том виде, как они есть, как они идут из ваших источников, ну, как бы по-этишному, что называется. А с другой стороны, с использованием специального мат-аппарата преобразовывать эти данные к некой виртуальной таблице, некому виртуальному множеству, можно еще сказать, виртуальной витрине, кому какие термины удобнее использовать, так, чтобы эти данные были предельно понятно доступны бизнес-пользователям, и они, манипулируя и исследуя эти данные, не вдавались в детали реляционной логики, которая сложна им для понимания с технической точки зрения. Поэтому дальше мы с вами увидим, что, например, все продукты аналитические можно разложить, на самом деле, на три категории. Либо те, которые пытаются сделать одну таблицу на все случаи жизни, либо те, кто не пытается, а просто пользователя погружает в айтишные дебри с реляционной моделью, либо те, кто пытается найти золотую серединку, сказать, пользователям на понятном уровне в виде виртуальной единой таблицы простой, а для айтишников оставить ту часть, которая свойственна реляционной логике, свойственна айтишникам. Следующая вещь, которая иногда неочевидна бывает. Опять же, дальше посмотрим на это. Если взять, например, два аналитических приложения в разных, собственно, продуктах. Вроде и там, и там есть модели, и там, и там есть данные, но, собственно, видно, что картинки одинаковые, и там, и там есть визуализации. Когда вы смотрите, и вам показывают какие-то готовые приложения, которые там как-то интерактивно даже что-то показывают, с объектами визуализации как-то можно взаимодействовать, всегда возникает вопрос, сколько времени люди потратили для того, чтобы получить конечный результат. Потому что, смотря на картинку, можно сравнить, конечно, красоту столбиков нарисованных, но на самом деле вопрос заключается в том, не в красоте столбиков, а сколько времени вы потратили на решение задачи. Вот здесь вот начинают всплывать достаточно интересные вещи. Во-первых, какие критерии вы предъявляете к самим объектам визуализации? Ну, несколько примеров приведу, они здесь как бы системно представлены на слайде, все перечитывать не буду. Ну, к примеру, когда все говорят, нужно поддерживать технологии drag-and-drop, соответственно, перетаскивать. Можно просто на этом остановиться и спросить, например, в сравнительных листах, а поддерживается drag-and-drop или нет. Все, в общем-то, сейчас современно скажут, поддерживается. Человек, который попытался это сделать и сравнить разные продукты, он спросит, а drag-and-drop на каких устройствах у вас поддерживается? То есть поглубже. А на мобильных устройствах это можно делать или нельзя? Или вам требуется, собственно, для drag-and-drop обязательно какое-то приложение, которое работает на рабочей станции, например, под управлением только под Windows или только под Linux, например. Или, собственно, например, автоматическое масштабирование есть на устройствах с разным разрешением экрана, например. Все, в принципе, говорят, да, есть. Но в одних продуктах вы говорите, я разработал визуальное приложение и больше ничего не делаю, оно само действительно обладает неким интеллектом так, чтобы подстраиваться под размер устройства. А в других вам говорят, ну, как бы, да, поддерживает, но, в принципе, вы должны создавать несколько макетов под разные типы устройств. Тогда, подключаясь к соответствующим устройствам, будет этим устройством выбираться нужный макет, соответствующий этому устройству, и, собственно, вы будете получать масштабирование под размер этого устройства. С одной стороны, для пользователя и тот, и тот вариант одинаково выглядит, но с точки зрения трудозатрат того, кто создает эти приложения и кто их потом поддерживает, в первом случае вы создаете одно универсальное приложение и поддерживаете его только одно в случае возникновения изменений, в другом случае вы поддерживаете столько разных макетов, столько, сколько у вас типов устройств присутствуют и используются вашими пользователями, ну и так далее. Еще более глубокие интересные вещи начинаются, когда вы задаете себе вопрос. У меня вся информация о, например, каких-то моих данных разбросана по разным объектам визуализации. Совокупность этих объектов визуализации сделана так, чтобы мне мои данные показывались в разных разрезах, формировали некую целостную картинку. Если я смотрю на эту картинку и ничего не трогаю, предположим, я вижу интересующие меня цифры, интересующие меня показатели, это лишь первый шаг. А дальше я задаю себе вопрос. Если я вижу те или иные данные, и я говорил, что основной задачей исследования данных или анализа данных является возможность интерактивного исследования, то есть если я что-то вижу, я могу погрузиться в эти данные, то возникает очевидное желание пользователя, видя какие-то элементы на графиках, начать с ними взаимодействовать, визуально захватывать столбики, строчки, какие-то ячейки в таблицах. И дальше возникает вопрос, что реально происходит в вашем продукте для того, чтобы обеспечить это взаимодействие, а точнее, что сделано было разработчикам, чтобы в том приложении, с объектами которого вы взаимодействуете, они сохраняли целостную картинку. И вот тут есть два варианта, которые я тоже потом продемонстрирую, но ощутите вы это уже попозже, не тогда, когда вам демон сделают, а тогда, когда вы сами это попробуете сделать. Первый вариант заключается в том, что у вас сидит пользователь и, собственно, пытается взаимодействовать с каким-нибудь объектом визуализации. Вот он берет какой-нибудь столбик, захватывает, щелкает по нему или лассо обводит как-нибудь. Соответственно, вы ожидаете, что если он, например, для конкретики выбрал какой-то период, например, год или выбрал какой-то регион, который он хочет посмотреть, который он визуально захватил для какого-то сотрудника, по отношению к которому он хочет посмотреть данные, то все остальные объекты визуализации автоматически перерисуют, собственно, картинку уже в разрезе тех данных, которые он выбрал. Ну, например, того же года, того же товара, региона или сотрудника. Но возникает вопрос, как это настроить. В большинстве инструментов, на самом деле, это делается следующим образом. Разработчик для того, чтобы обеспечить целостность интерфейса, должен открыть свойства того объекта, через который пользователь будет взаимодействовать с данными, и сделать настройки, указывая, как настройки этого объекта будут влиять на поведение других объектов. То есть, грубо говоря, если я ткнул в элемент этого объекта визуализации, то, как тыканье в этот элемент объекта визуализации повлияет на данные во всех остальных объектах визуализации. Это может быть незаметно, но, тем не менее, это должно происходить. Первый вариант. Дальше я говорю, а если у меня второй объект есть визуализации, через который пользователь хочет повзаимодействовать с этими данными. Но, очевидно, картинка будет выглядеть абсолютно так же. Нужно будет указать, как, собственно, использование этого объекта влияет на все остальное. Но понятно, что дальше я не буду тратить все время картинку, надо продолжать рисовать. Четвертый объект точно так же в связи со всеми остальными. Именно поэтому, например, когда вы будете изучать различные инструменты, вы увидите, что, например, там будет написано, что есть на самом деле такой механизм, как фильтры, которые позволяют фильтровать данные. А читая дальше документацию, например, первый вопрос у вас, который, может быть, не станет очевидным, но это вы почувствуете, когда будете вот это вот делать. У вас возникнет вопрос, а почему фильтры бывают разных типов? Фильтр бывает на объект визуализации, фильтр бывает на страницу, фильтр бывает на отчет, еще какие-то там фильтры бывают. Это вот на самом деле вот об этом. Потому что в общем случае, если вы говорите, что у вас логика взаимодействия простая, вы можете, конечно, не настраивать все объекты между собой, сказать, а, все, что выбирается в любом объекте визуализации, влияет на все объекты, которые есть на этой странице. Это вот фильтр на страницу. А если вы говорите, не, а тут какая-то специфика должна быть, я специфику эту должен учитывать, то в общем случае вы приводите к необходимости связывания каждого объекта с каждым другим. И в общем случае, ну, в математику помните, если у меня n объектов, да, то связи n умножить на n-1. Например, 10 объектов, итого 90 связей между ними. Ну, собственно, чем больше объектов, тем больше этих связей. И проблема на самом деле возникает не только, когда вы создали вот это вот аналитическое приложение, а когда вы дальше его будете поддерживать. Потому что если вы как разработчик один раз даже создали, у вас был там интерес, вы решали задачу, все получили там погоны, награды там за то, что вы сделали, все хорошо. Потом через пару месяцев проходит период времени, вы, естественно, уже как разработчик занимаетесь другими делами, вы об этом благополучно все забыли. И бизнес-пользователь прибегает, говорит, слушай, здорово, мы такую хорошую вещь сделали, сейчас сделаем еще лучше. 90% того, что мы делали, оставляем как есть, а вот 10% надо поменять. Пожалуйста, поменяй. И вы как разработчик, уже забыв вот эти вот все нюансы, задаете себе вопрос, а что вот в этой мешанине настроек нужно поменять, чтобы 90% осталось работать, как работало, а 10% нужно изменить, соответственно, с изменившейся бизнес-логикой, которую вам сообщил пользователь. И реально вы ничего не сможете сделать, кроме как по шагам на свойства каждого объекта открывая, смотреть, как настроены вот эти вот стрелочки и, собственно, перелопачивая, повторно изучая, что же вы там создавали. Есть другой подход, тоже вы его сегодня увидите. Это подход, который как раз, как я говорил, подразумевает, что у вас есть модель такая же, но сверху, собственно, мы некой дополнительной математикой превращаем эти данные во взаимосвязанные данные, инструмент помогает нам видеть взаимосвязи. И меняем логику поведения самих объектов. Мы говорим, что теперь, когда пользователь что-то выбирает, на самом деле, взаимодействует с цепленными объектами, неважно с каким, он по большому счету влияет не на сам объект, а на то множество данных, собственно, с которыми он работает. А все остальные объекты просто берут и перерисовывают соответствующие данные в соответствующих разрезах, опираясь на это множество данных. Соответственно, настройка у вас минимум, потому что с какими бы данными пользователь, с какими бы объектами не взаимодействовал, все остальные объекты оказываются автоматически интеллектуальными, отображая непротиворечивую картину. эта вещь опять же как я говорил выяснится чуть позже когда вы это будете делать но и с точки зрения простоты или сложности что еще свойственно с чем вы можете столкнуться я обычно счет называю уровнями зрелости заказчика потому что когда вы приходите и начинаете выбирать какой-то инструмент для пользователям для пользователей которым ну если так можно сказать в лучшем смысле этого слова надоел excel excel хороший инструмент но надоел смысле того что он не интерактивный и небольшие объемы данных поддерживает и вы выбираете какой-то инструмент который вам простил визуализацию сделал бы более гламурные там и так далее то чаще всего вы начинаете решать задачки с небольшими наборами данных у вас есть единственный какой-то файл как правило это одна табличка или несколько табличек которые но все равно простые у вас есть собственно данные все подготовлены с ними работать особо не нужно то есть данные непосредственно из источников данных можно загружать модель как там визуализировать и сложность расчетов очень простая да там один два три объекта какие-то диаграммки которые вам достаточно быстро можно настроить дальше по мере того как бизнес-пользователи видят красоту у них растет растет аппетит они приходят и говорят слушайте ну так здорово у вас получилось а давайте теперь усложним задачку побольше источников данные становятся похуже мыслик при подготовить нужно они становятся несогласованными появляются какие-то справочники которые нужно использовать может быть кто-то был на предыдущих лекциях безусловно должны были рассказывать что такое очистка данных да то есть такие задачи соответственно вот они здесь начинают проявляться дальше вы говорите что объект визуализации становится больше и настроек соответственно между ними нужно делать больше но и записи уже самих уже данных становится там много да то есть физически много их уже тяжелее крутить становится и возникает вопрос а может ли сам продукт обеспечивать тот же самый уровень интерактивности на больших объемах данных нежели там в первом случае ну и третий уровень зрелости это приложение высокого уровня сложности когда источников по определению много там 5 10 иногда больше у вас данных тоже очень много и вы не можете их сливать между собой почему я дальше покажу готовность данных к использованию низкая соответственно данные все нужно перелопачивать готовить сводить для того чтобы их просто можно было начать использовать но и объектов визуализации очень много как мы уже говорили если использовать предыдущий подход который был на предыдущем слайде настроек n умножить на n минус 1 ну 20 собственно настроек вернее 20 объектов настроить между ними взаимосвязи это проще повеситься уже будет так вот соответственно в зависимости от того на каком уровне зрелости находит заказчик это тоже будет влиять на выбор потому что на некоторых инструментах на простых задачах как правило с простыми задачами справляются все а вот по мере усложнения по мере движения собственно к более сложным задачам вы вынуждены будете констатировать что на каких-то инструментах это либо становится неподъемно сложным либо просто нерешаемой задачей соответственно какого рода задачки могут быть ну начинаем в практику это преломлять те кто когда нибудь сводил какие-нибудь данные между собой он знает что существует несколько простейших задач тривиальных способа решения которых тоже известно дальше возникает вопрос вы решать эти задачи как будете руками несмотря на то что у вас есть инструмент который тоже вроде как это должен знать или вам инструмент будет в этом помогать и вы будете тратить на эту техническую ерунду минимум времени первая задачка очень простая у меня есть две таблицы соответственно для никого товара есть цена этого товара для этого же товара есть информация например о количестве на складе или количество продаж этого товара ну соответственно с разбивкой по датам те кто знает технику знает что это классическое революционное отношение один ко многим то есть для одного товара с одной ценой существует несколько собственно записей связанных с его продажами например разбитый по разным датам вторая сложность заключается не только в том что это две разные таблицы а в том что это таблицы которые содержат разные у себя наборы данных обратить внимание в одной таблице в справочнике цен у нас есть первый второй третий товар а в таблице связаны с отгрузками товаров например существует первый второй и четвертый товар соответственно в одной таблице нету четвертого товара в другой таблице нет третьего товара но пользователю то в общем хочется видеть информацию обо всех товарах ну и что из того что у него где-то отсутствует информация о соседних товарах как эту задачу обычно решают чтобы не вводить в заблуждение пользователя технически это обычно делается каким образом строится справочник который подразумевает что вы выполняете некие действия в инструменте как правило это ручками пишется и говорите возьмем первую таблицу из нее берем все уникальные значения ключевого поля нашего товара и собственно сохраняем в отдельную табличку дальше эту табличку дополняем уникальными значениями ключевого поля из другой таблицы в итоге получается итоговая таблица содержащая все значения товаров которые могут присутствовать любом из источников и уже дальше поскольку у нас есть табличка которая содержит все названия данных мы пользователю даем пользоваться не вот тем товаром который был в левой таблице или не тем товаром, который был в правой таблице, а товаром, который в средней таблице, который гарантированно содержит в себе информацию о всех товарах. Делал кто-нибудь такое? Когда-нибудь? Ну, может быть, не все, но тем не менее, понимаете, о чем идет речь. В итоге модель перестраивается немножко вот в такой вот вид, то есть уже таблички и непосредственно связываются, а связываются через эту ключевую таблицу товаров. С одной стороны, все понятно. В любом учебнике про реляционные логики это описано уже давным-давно, это реляционные логики уже больше 30 лет. Но, тем не менее, возникает вопрос, а вот это вот все надо делать руками или инструмент сам это может делать? И мы посмотрим с вами, как это делают различные инструменты. Почему этот вопрос важен? Потому что сейчас я это показал на примере двух таблиц, а представьте, у нас были бы еще товары, например, таблица товаров с планами продаж, со скидками, например, с привязкой к каким-то регионам и так далее. И получается, что для того, чтобы гарантировать, что у нас все товары будут сведены правильно из всех источников, нам вот эти последовательные действия нужно было бы повторить абсолютно для всех вот этих вот таблиц. То есть количество этих ручных операций по подготовке наших данных при введении их в некое целостное состояние прямо пропорционален количеству таблиц, которые вы запихиваете в вашу модель. Чем больше источников, чем больше данных, тем больше этих ручных операций. Следующая задачка, более интересная, заключающаяся в том, что какие-то данные могут связываться у вас в отношении многих ко многим. Что имеется в виду? Та же самая цена, то же самое количество, привязанное к дате, например, продающийся товар, но теперь уже и цена, и продажа товара привязаны не только к товару, но еще и к региону, которым, собственно, эти продажи осуществляются. И для того, чтобы корректно связать эти данные, нужно уже оперировать парой ключей и регион товар с левой таблицей, и регион товар с правой таблицей. Подходы тоже эти описаны в документации, это тоже все можно почитать, этой, собственно, логике уже, как я говорил, более 30 лет, но дальше возникает вопрос, что вы технически должны сделать или что должен сделать сам инструмент. Как это делается? Посмотрим. Собственно, берется, опять же, логика та же берется, создается новая таблица, в нее копируются теперь уже уникальные сочетания пары, значений региона и товаров из одной таблицы. То же самое делается потом и с другой таблицы. Всю табличку не стал рисовать, но, тем не менее, понятно, что здесь уже идут уникальные сочетания. Дальше по этим уникальным сочетаниям выстраивается некий ключик. Этот ключик тоже каким-то образом рассчитывается. Такой же ключик рассчитывается в каждой из таблиц. И, собственно, дальше уже через это ключевое поле, через эту промежуточную табличку связываются данные. Если никто не делал, ну, знайте, что оно делается вот так вот. Если кто-то будет сам делать, знайте, что такие вещи вам придется делать или вручную в каких-то инструментах, или вам в этом поможет сам инструмент. И очевидно, что, опять же, сложность таких операций будет прямо пропорциональна количеству таблиц, которые будут появляться в вашей модели. То есть вопрос, а можно ли это сделать руками, ответ, безусловно, можно. А на вопрос, а нужно ли это делать, это вопрос эффективности вашей работы, эффективности вашего инструмента. Еще одна интересная вещь, которой начинают хитрить некоторые производители, ну, можно так сказать. В принципе, выполняя операции, которые, опять же, соответствуют реализационной логике, они всем прекрасно известны, понятно, айтишникам, да, и люди понимают, к чему могут приводить те или иные операции. Но когда в эти вещи начинают погружать бизнес-пользователи, для него это не всегда становится очевидным, а потом он удивляется тому, почему у нас данные начинают искажаться. В частности, еще один пример. В данном случае он попроще с точки зрения содержимого. И там, и там есть и первый, и второй товар. За нас позаботились о том, чтобы товары были согласованы. Если бы они не были согласованы, нужно было бы выполнить операцию согласования, которую я уже показывал. А здесь нарисована другая проблема, связанная с тем, что у нас для товара есть план производства, который, ну, для конкретики, предположим, это годичный план производства. То есть детальность этого плана, она в год. Нам нужно в год провести 10 штук одного товара и 15 штук другого. А справа факт производства, обратите внимание, он подневный. То есть если бы у нас было 3,65 дней, тут понятно, что строк было бы гораздо больше для каждого из товаров. И в итоге, что пытаются делать некоторые производители, исходя из того, что я рассказал? Они говорят, смотрите, две таблички сложно для пользователя, их надо как-то связывать, увязывать. Мы знаем, что для пользователя предельно простой вариант – это одна таблица. Мы уже это говорили. Тогда можно просто будет фильтрами играться и якобы что-то выбирать. Как можно эти две таблицы объединить в одну? Те из вас, кто будет знакомиться с реляционной логикой, познакомятся с такими терминами, как соединение или объединение таблиц. По-английски это звучит join, операция. Те, кто знает реляционную логику, знают, чем она может быть опасна. Те, кто не знает, я это показал в анимированном виде. То есть цель – получить единую таблицу. В данном случае я буду выполнять операцию присоединения планов к фактам. И делается это буквально следующим образом. Я, соответственно, беру таблицу, как есть фактов, добавляю в нее еще один столбец и пытаюсь его заполнять на основе данных, которые есть в исходной таблице. Как это делается с точки зрения реляционной логики? Мы говорим, берем первую строчку, в которой присутствует первый товар. Находим соответствующую строчку, относящуюся к первому товару в таблице планов производства. Все хорошо. Берем соответствующий план производства и помещаем в соответствующую ячейку. Понятно логик? Сложного, наверное, ничего нет. Наверняка кто-то пытался делать. Но вопрос заключается в другом, что у меня в факте производства по отношению к первому товару есть еще одна строчка, а их могло быть еще больше, поскольку у меня могли бы продажи делаться в разные дни. Соответственно, логика повторяется. Я говорю, для первого товара опять ищем строчку в плане производства для первого товара. Естественно, находим. Это те же самые 10 штук. Поэтому эти 10 же штук мы помещаем во вторую ячейку. По аналогии со вторым товаром мы повторяем абсолютно те же самые операции. Находим, собственно, наш план производства. Ну и поскольку у нас строк, относящийся к товару 2, тоже 2, то в данном случае получаем дважды заполненные строчки плана производства. Казалось бы, с одной стороны, ну и чего, мы как бы понимаем, логика понятна. Понятно, что этих строчек могло бы быть больше. Ну а дальше возникает вопрос, что вы имели исходно и что вы получили в результате, если как пользователь, который не задумывается об ограничениях вот таких вот операций объединения, просто начинаете делать вычисления. Ну, к примеру, вы берете и, соответственно, пытаетесь посчитать планы и факты производства по товарам. Наверное, стол немножко закрывает. Картинку. Соответственно, просто пытаетесь просуммировать и планы, и факты, что, в общем, вполне реально. Соответственно, для первого товара, если мы берем факт производства в конечной полученной таблице, он у нас как был 1, 2, соответственно, 1 плюс 2 будет 3, ничего не поменялось. Соответственно, то же самое будет для факта второго товара 3 плюс 4, суммарно 7, тоже ничего не поменялось. А вот с планом возникла проблема, потому что наш план замножился пропорционально количеству строк фактов. Согласны? Поэтому, если я в тупую, не задумываясь, буду просто суммировать эти значения, то я получу план производства по первому товару 20, хотя было 10, а по, соответственно, второму товару получу 30, хотя было 15. Ну, а если у меня строк, относящийся к отгрузкам, еще больше, то, собственно, это замножение будет еще более очевидным. Соответственно, фактически мы хотели из имеющейся набора данных с целью упрощения жизни для конечного пользователя упростить ему восприятие данных, сведя из двух таблиц в одну, а реально получили искажение в данных. Соответственно, опять же, в лоб те, кто смотрит на это, говорят, слушайте, ну ничего страшного, объясните пользователю, что нужно план производства считать не суммой, а средним. А дальше я задаю следующий вопрос. Ну вот представьте, вы как человек, который владеет техникой, то есть вы владеете источниками, у вас две таблицы, а может быть 10 таблиц, а может быть 20 источников, и вы начинаете для пользователя, которому хочется получить предельно простую картинку, готовить модель. И вы там ее как-то объединяете, вы-то пока объединяете, вы понимаете, что вы искажаете. А дальше для того, чтобы пользователю пояснить, как пользоваться вашей табличкой, вы должны будете ему вместе с одной этой таблицей дать целую документацию, написав, что такие-то поля можно считать суммой, такие-то только счетчиком, такие-то средним, а какие-то не так, не так нельзя, потому что искажения такие, что они, в общем, не подвергаются простым каким-то расчетам по среднему. То есть фактически желаете упростить, а реально усложняете жизнь. Всегда бизнес-пользователь что-то забудет там и так далее. К чему я детально так говорю? О том, что не всегда идея предельно упростить, собственно, модель, она приводит к положительным результатам. Лучше, собственно, понять, как данные связать и оставить их как есть, нежели пытаться искажать их, сводя в одну таблицу. Ну а плюс еще, если человек будет этим сам заниматься, то, что, как я говорил, погружение бизнес-пользователей в IT, он знает, что операции объединения бывают разные, левые, правые, собственно, пересечения или аутер-джоины, так называемые, объединения. И в этом случае, собственно, понять логику этой работы бывает еще сложнее. Поэтому обычно бизнес-пользователи от этого как бы чураются, и только немногие выживают, кто, собственно, погружается в эту тематику айтишную. В итоге что сравнивать будем на практике? Сравнивать будем все вот эти вот слои. Я их просто прорисовываю, как их показывал. И будем по нескольким критериям. Не с точки зрения маркетинговых лозунгов, а просто пройдемся по простым примерам, в которых посмотрим, каким образом эти данные будут заполняться в модель, как они будут визуализироваться и, собственно, что будет происходить. При этом избегайте, даже когда сами будете сравнивать, общих абстрактных вот тех вот формулировок, часть из которых я упоминал, например, а может ли в принципе работать на мобильных устройствах. Да сейчас все могут работать. А сколько источников поддерживают? Да немеренно источников сейчас все поддерживают. А, собственно, in memory или не in memory, то бишь в оперативной памяти идет обработка или не в оперативной, да все это уже давным-давно делают. Вопрос как, кто что делает. А сколько объектов визуализации у вас есть? 10, 20, 30 и так далее. Вопрос заключается не сколько их в принципе есть, а с чем из них можно работать. Ну и самое главное, держите в голове основной критерий. Бизнес, бизнес задача, не замещайте ее техникой. Соответственно, первый этап, как работают данные при загрузке модели. Берем только нижнюю часть, верхнюю часть визуализации, пока на нее внимания не обращаем. Ее мы будем использовать просто в виде простых таблиц для того, чтобы посмотреть, как данные загрузились, ничего ли мы не испортили, не исказили ли там и так далее. Соответственно, какие вопросы нужно будет посмотреть? Сколько у нас могут быть источников? Происходится ли искажение данных при загрузке? И нужно ли использовать сторонние инструменты для того, чтобы данные преобразовать из того виду, как они хранятся к тому виду, который будет использоваться? И все ли варианты данных у вас поддерживаются? Все ли типы реляционных отношений могут, собственно, быть загружены в модель? Давайте просто вживую посмотрим на трех продуктах, после чего сделаем сессию вопросов-ответов и прервемся перед охнем. Соответственно, первое погружение я буду наделать на всех трех продуктах, и заодно, естественно, сможете посмотреть, насколько это просто или сложно делается. Первое, с чего я начну, это покажу в кликсенсе, потому что здесь, на мой взгляд, проще всего это делается. Я, соответственно, покажу отдельно простой источник, пример которого мы с вами уже видели на слайде. Это наши планы и факты по нашим товарам. У меня есть, соответственно, план производства, при этом у меня есть первый, второй, третий товар, это важно, обращаю ваше внимание. Есть факт производства для первого, второго и четвертого товаров. Видно, да? Задача просто загрузить данные, посмотреть, что будет с ними делать пользователь. Делаю первую вещь, кликсенс, как создаю приложение. Сейчас можно не обращать внимание на простоту интерфейса. Сейчас разговор не об этом, а разговор об объемах труда затрат, которые вам нужно понести для того, чтобы, соответственно, ваши данные увидеть как минимум в том виде, в котором они присутствуют в Excel. Соответственно, я беру план производства, беру факт производства. Связываются они, как мы с вами видели, по полю товар, что слева, что справа. Ну и загружаем данные. Получается у нас с вами модель. Перед тем, как посмотреть на ту модель, как она получилась, я ее покажу в похожем виде на реалитационную модель. И обращу ваше внимание на то, что у нас с вами клик с точки зрения… Сейчас, одну секунду. Не применил. Что у нас с вами таблички как были две штуки, так и остались. Мы никак их не объединяли. Для самоконтроля можно увидеть, что у нас есть таблица факт производства и у нас все факты производства. Первый, второй, четвертый товар как были, так и есть. В таблице планов производства у нас точно так же есть первый, второй, третий товар с соответствующими планами. То есть по-прежнему таблицы две. В данном случае продукт понял, что они между собой взаимосвязаны, понимает реалитационную логику, и мы ставим задачу просто подвериться, убедиться в том, что мы ничего не потеряли. Для этого я буду использовать элементарные таблицы, бог с ними, с более сложными диаграммами. Я просто-напросто говорю, покажи мне сначала список товаров. Первое, на что я обращаю внимание, что с одной стороны я показывал, у меня было два источника, в каждом из них было поле товаров, содержащее разные списки товаров. Но мне-то как бизнес-пользователю зачем это? У меня известно, что есть сущность товар, поэтому поле одно, я не лажу по разным таблицам. Для меня, как для бизнес-пользователя, это поле товар одно. И я просто выведя его на экран, вижу, что у меня присутствуют все четыре товара. То есть как минимум я ничего не потерял, просто загрузив данные. Я вижу все их четыре. Давайте посмотрим, как в этих разрезе четырех товаров будут выглядеть исходные данные и будут ли возникать искажения просто при расчетах. Соответственно, я беру и говорю, покажи мне для этих четырех товаров план производства. Он говорит, ну пожалуйста, как было, так и есть. Я тебе показываю, что для первого, второго, третьего, для которых планы были в таблице планов, соответствующие цифры ты видишь, а для четвертого, извини, нету его, потому что нету плана, нет у тебя такого. Тем не менее, я могу точно так же рядышком вывести еще одну табличку и показать, как эти данные выглядят, взятые, например, из второго моего источника, в котором содержится информация о фактах производства. Точно так же я беру товар, тот же самый, ничего нового. Точно так же я беру факт производства. Ну и хочу, собственно, увидеть все те же самые цифры. И я их вижу, и вижу просто, что для третьего товара, фактически который у меня не отгружался, у меня, опять же, пропуск, у меня ничего не потерялось, все товары я вижу, но вижу, что планов производства, вернее, фактов производства для этого товара нет. При этом, на самом деле, я могу продолжать эти манипуляции, например, посчитать, в этой же таблице сопоставить планы с фактами, я могу, например, посчитать здесь факт производства, посчитав его суммой. И увижу, что у меня точно так же все правильно просуммировалось, можете проверить по исходным данным. Собственно, товар один у меня в сумме три, товар второй сумма семь, товар третий, как не было ничего, так сумма равняется нулю, ну и четвертый, соответственно, товар пять было, пять и осталось. Но я, собственно, вижу, что я, несмотря на то, что данные присутствуют в разных таблицах, первое, ничего не потерял, второе, ничего не делал для того, чтобы эти данные свести, за меня это сделал инструмент, третье, я ничего не потерял в любых разрезах, что считая данные, что просто выводя их списками, показывая соответствие между исходными данными. Пробуем сделать ту же самую ситуацию в двух других продуктах. Ну, начнем, например, с Power BI. Microsoft Power BI. Не обращаем внимания, сколько они там загружаются, это уже детали, их можно было раньше загрузить. Загружаем данные. Точно так же берем этот же набор данных. Excel. Берем те же самые планы-факты, план производства, факт производства, все то же самое. Говорим загрузить. Ну, кстати, на мой взгляд, чем может быть полезно для вас это упражнение, вообще сегодняшняя лекция, тем, что если кто-то из вас захочет это сравнивать сам, очевидно, он должен будет знать как минимум три продукта, для того, чтобы иметь хотя бы возможность подобные вещи сделать и разобраться в этом. И вот тут дальше смотрим, опять же, на модель. Здесь, с одной стороны, все хорошо. В данном случае Power BI распознал эту взаимосвязь, как и в клике. Он нам показывает, что у нас связки есть по товару. А дальше мы переходим в раздел визуализации и начинаем думать как бизнес-пользователь. На раз как бы с айтишной частью, с моделью, с источниками мы закончили, мы как бизнес-пользователь хотим увидеть просто данные и поиграться с ним, как мы это сделали, например, там в кликсенсе. Первый сюрприз, который я обнаружил, это то, что для меня, как для бизнес-пользователя, предлагают работать с таблицами. То есть, несмотря на то, что я говорю, слушайте, ребята, дайте мне данные, вы там повозились, как-то модель создали, бог с ним, не надо меня грузить техникой, зачем мне эти таблицы. Выясняется, что, собственно, у вас по-прежнему две таблицы, у вас, что еще более печально, есть два товара, потому что в каждой из таблиц было два товара. С одной стороны, мы ничего не испортили, загрузили как есть, но для бизнес-пользователя первый вопрос, почему товара два? Окей, давайте попробуем посмотреть, что мы загрузили. Опять же, просто элементарная табличка. Табличка, говорим, хотим посмотреть товар, видим три товара, потому что действительно у нас в исходных данных в планах производства было три товара. Первый, второй, третий. Берем план производства, все вроде честно. Возникает вопрос, где четвертый товар. Он же тоже у нас есть. А четвертый товар у нас по-прежнему присутствует в таблице фактов. Но присутствует таблица фактов, для того, чтобы его увидеть, мне нужно выбирать товар из этой таблицы, потому что он присутствует, таблица фактов, где я увижу первый, второй и четвертый товар и соответствующие ему факты производства. В данном случае Power BI решил даже за меня сделать некие действия. Он посчитал за меня, собственно, мои данные, сумму посчитал мне, факты производства. А дальше возникает вопрос, есть ли у меня целостность. Целостности у меня нет, потому что в одной таблице у меня первый, второй, третий товар, в другой, первый, второй, четвертый. Для подтверждения того, что не все так хорошо и пользователю нужно будет поломать дополнительную голову, как это причесать, я просто сделаю еще одну табличку, в которой покажу, что будет происходить, если вы будете выбирать товар из одной таблицы, а данные, относящие к нему, из другой таблицы. Еще раз напомню, что у нас есть модель, то есть инструмент понимает, что есть взаимосвязь между товарами и, по идее, должен нам помогать. Вместо этого он является чисто техническим инструментом, говорим, берем товар отсюда, берем факт отсюда. О, сюрприз, сюрприз, у нас присутствуют цифры 5, 3, 7, но для цифры 5 непонятно, к какому товару он не относится, потому что в таблице у нас планов товара, к которому относится цифра 5, не существует. Как точно так же, если мы сделаем такую же табличку, взяв товар отсюда и взяв план производства отсюда, мы тоже увидим некие странности. Все это происходит ровно из-за того, что, как мы говорили, у нас товары по-прежнему и соответствующие им данные, как хранились в разных таблицах, так и хранятся, так же, как это было и в клике. Но если клик нам, по сути, построил невидимую вот эту табличку согласования, благодаря которой ключевое поле стало видеть, стало для безиспользователя выглядеть в виде списка всех товаров, то, собственно, в Power BI этого делать не стал, и в Power BI вам придется сделать ручками вот все те действия, которые я проговаривал. Я не говорю, что их невозможно сделать, но вы должны будете проделать вот всю ту операцию, которую я показывал. Вы должны будете написать сценарий, по которому из первого таблички выгрузить все уникальные значения товаров из одной таблицы, потом выгрузить туда уникальные значения из второй таблицы и перестроить, собственно, отношения между ними. А потом, чтобы пользователь не испугался и не стал путаться, поскольку у вас после таких манипуляций станет три товара в трех таблицах, вам нужно будет ручками скрыть в модели товар из одной таблицы, товар из другой, оставить только товар из третьей таблицы, тогда у пользователя будет светиться один товар, но у него в модели уже станет не две таблицы, а три таблицы вот здесь вот появятся, и будет очень интересная картинка, когда в одной таблице у него будет только товар, в другой будет план производства, третий будет факт производства. То есть мало того, что нам руками нужно будет сделать эти операции, так вам еще и усложняется сама модель. Ну и очевидно, что если я начну усложнять эту модель, данные соединяя не через одно ключевое поле, а в цепочку выстраиваю, например, 10 таблиц, которые связаны последовательно, то для того, чтобы согласованно данные получить, я должен буду сделать промежуточных 9 между ними таблиц. То есть имел 10 таблиц с данными, а, соответственно, добавляю еще 9 промежуточных таблиц в модель, фактически в два раза ее усложняю. Поэтому, как я и говорил, делая простые примеры на неминимальном количестве табличек и данных, все будет у вас хорошо, и вы плюнете на эти трудозатраты. Если количество источников сделать побольше и специфически их связать, например, по цепочке, то просто трудозатраты для того, чтобы просто увидеть данные, я еще ничего не считал, я еще ничего не визуализировал, просто проверяю корректно загрузки, у вас трудозатраты будут совершенно другими. Ну и давайте посмотрим теперь, что делают коллеги из табло. То есть подытоживая, инструмент Power BI является технически грамотным, то есть можно загрузить данные в том виде, как они есть, можно, соответственно, привести их к общему виду, но это требует ручных операций. На всяком случае Power BI не портит ничего. Соответственно, что делает табло? Табло мы точно так же открываем тот же самый файлик. Вот у нас есть те же самые планы, те же самые факты. В принципе, что дальше происходит? Нам уже сразу табло предлагает делать какие-то операции объединения. При этом сразу можно поизучать реляционную логику и познакомиться с тем, что такое разные операции join объединения, потому что объединение происходит ровно следующим образом. По умолчанию, обратите внимание, табло предложил мне даже объединение только по пересекающимся данным. Поэтому, обратите внимание, я ничего не перенастраивал. У меня исчез и третий, и четвертый товар. То есть у меня в итоговой таблице остались только те товары, которые присутствуют в обеих таблицах. Если, соответственно, я имею возможность выбора, выберу левый join, то есть оставлю эталонный список товаров первой таблицы, то у меня останется первый, второй, третий, а, соответственно, товар здесь у меня останется пустым. Если я сделаю правое объединение, то, собственно, останется четвертый товар, не останется ни одного, не останется третьего. Если я сделаю общее объединение, скажу, как бы не теряя ничего, останется и третий, и четвертый. Но это не решит на самом деле проблему по двум причинам. Во-первых, как и в Power BI, несмотря на то, что у меня табло понял, что товар является ключевым полем, тем не менее он мне не сделал одного поля, он мне оставил два исходных поля. Поэтому с точки зрения пользователя мы с вами увидим абсолютно ту же самую ситуацию, когда у нас есть два товара, относящиеся к нашим товарам, но ни в одном из полей, ни в одном из столбцов нет всех товаров. То есть то же самое, что мы увидели в Power BI. При этом есть еще одна проблема, которая свойственна операциям join, потому что на уровне создания модели табло не умеет создавать другие модели, он говорит, слушай, ну, пользователь все равно не поймет, как бы, да, поэтому все, что на входе не есть, мы запихиваем join, соответственно, на уровне нашей модели. И поэтому любой join в данном случае приводит к искажению данных, то, что мы видели на слайдах. Факты у нас не исказились, а вот планы у нас замножились пропорционально количеству фактов. То есть если теперь делать, например, выполнять операции суммирования, попытки понять, сколько у нас планов производства по какому-то товару, мы увидим, что планы производства стали задвоенными. 10, соответственно, дважды и 15 дважды. Ну, для того, чтобы, собственно, убедить вас в том, что это действительно так, ну, то есть первый, пользователь, чтобы не потерять, должен разбираться, что такое различные операции join, а второе, при рисовании, собственно, каких-либо картинок, вот он, мы с вами увидим, есть товар здесь, есть товар здесь, соответственно, и эти товары, это разные товары, как мы с вами увидели, с разными стоимостями, вернее, с разными наборами. Ну, например, можно увидеть товар план производства здесь, вот он, товар 1, 2, 3. Если мы выберем другой, собственно, товар из другой таблицы, то мы увидим, опять же, не все товары, а увидим только первый, второй, четвертый товар, то есть, опять же, целостности нет. Ну, и, собственно, дальше, опять же, возникает вопрос, как мы будем считать планы, факты. То есть, фактически, мы получаем с точки зрения попыток решать задачи, табло пытается вроде это сделать предельно просто, он говорит, все источники сливаем в один, но возникают сплошные искажения. Собственно, Power BI не искажает данные, но, собственно, подразумевает, что у вас остается революционная модель, но все, что нужно конечному бизнес-пользователю, все равно сам не делает, вам нужно выполнять ручные операции. Забегая вперед, перед перерывом скажу, что, правда, ради сказать, в табло есть операция, которая позволяет вам работать с данными разных уровней агрегации. То есть, то, что я показывал, это на уровне модели, мы просто с вами до уровня визуализации еще не доходили, потому что табло понимает, что, в принципе, всегда существуют планы и факты, обычно разная степень детализации у них бывает. Если вы почитаете документацию, у них существует еще один режим работы с данными, который называется Data Blending, смешивание данных. Но это смешивание делается на отдельных объектах визуализации, и если вы, например, ставите себе задачу сказать, вы знаете, у меня план-факт будет отображаться в трех разных вариантах, например, пирожковой диаграммой кругом, например, столбиками по годам, и, например, таблички, я хочу цифры увидеть, то это означать будет, что вам в каждом из объектов визуализации нужно будет выполнять смешивание этих разных источников, то есть трудозатрат увеличивается пропорционально количеству объектов визуализации, это первое. А во-вторых, если вы загрузите туда некоторое количество записей, ну хотя бы несколько миллионов записей, вы увидите, что это перестанет просто работать, потому что фактически данные, смешиваемые на уровне отдельных визуализаций, а не на уровне модели, приводят к неработоспособности с точки зрения быстродействия любые продукты. Это первый этап, дальше мы с вами перейдем к визуализации, посмотрим, что можно ожидать от визуализации. Мне все не менее интересно в сравнении с моделью. С визуализацией, опять же, нужно, когда выбираете инструменты, задавать правильные вопросы. В частности, не просто можно ли визуализировать, и сколько у нас объектов визуализации, могут быть это столбики вертикальные или наклоненные вправо-влево, таблички, карты и так далее. Сейчас все примерно продукты позволяют очень гибко визуализировать данные, плюс еще есть API-интерфейсы, которые позволяют в разных продуктах создавать свои собственные заказные объекты визуализации, если вас не устраивают встроенные. Период соревнований о том, можно было это делать или нет, прошел где-то уже лет пять назад. Сейчас все это умеют делать. Вопрос заключается несколько в другой аспекте. Когда вы все загрузили, вы доигрались правильной моделью, предположим, у вас все очищено, все хорошо, все здорово, и вы начинаете работать только с верхней частью, которая красным цветом оконтурена. С этой частью, по идее, должен уже в идеале работать бизнес-пользователь, потому что на основе данных он знает, что он хочет посчитать, он знает, что ему нужно считать и анализировать. И в идеале нужно было бы сказать коллегам из Айтии, спасибо, вы поработали, вы подключили нужные источники, вы выстроили правильную модель, теперь я буду справляться с этим сам, только в сложных каких-то случаях попрошу вас помочь. И вы утыкаетесь в банальные вещи, которые связаны с написанием формул, например, и если вы говорите, что модель для вас подготовлена и все данные правильные, то каковы трудозатраты на написание формул и выполнение расчетов? Мы это с вами просто сейчас посмотрим вживую. Дальше, при написании этих формул требуется ли написание названий таблиц? Потому что очевидно, что если это не требуется, значит, наши формулы могут быть предельно простыми, а если это требуется, то увеличив нашу модель до нескольких таблиц, ну, я не знаю, там 1, 2, 3, 5, 10, мы, получается, должны не только писать формулы, но еще и знать, из каких таблиц берутся данные. То есть, хотим мы или не хотим, мы не можем забыть про эту модель данных, мы всегда должны в качестве справочника в нее обращаться и смотреть, как называются те или иные таблицы. Еще более интересная ситуация начинается с вопросом, если кто-то для вас даже выстроил модель данных с правильными данными, все хорошо в ней, все отлажено, возникает вопрос, при написании формул, нужно ли вам понимать, как эти таблички связаны в этой модели? Потому что если это делать не нужно, вы просто пишете формулу и не задумываетесь о том, как данные связываются, а если вам говорят, что вы знаете, в зависимости от разных типов реляционных отношений нужно писать формулы, то это означает, что вы бизнес-пользователя тыкаете в реляционную модель и говорите, так, мы тебе ее подготовили, но ты будь добр сначала перед тем, как что-то рассчитывать, ты ее изучи и учти в своих формулах типы реляционных отношений для того, чтобы правильно написать формулу, потому что если ты напишешь это неправильно, то и считаться будет неправильно. То есть фактически мы говорим о том, может ли пользователь или не может, отойти вот от этой модели и просто начать считать бизнес какие-то задачи. Ну и даже элементарные какие-то вещи, локализован ли, например, интерфейс пользователя. Здесь, забегая вперед, можно сказать, что, например, у Power BI и у Клика есть и англоязычный, и русскоязычный интерфейс. В Tableau, например, русскоязычного интерфейса нет, поэтому все, что вы будете позволять делать пользователям самим, будет возможно только при условии, что они знают английский язык. Соответственно, в итоге ту вещь, которую тоже проговаривал, после того, как вы даже набросаете нужные объекты визуализации, предположим, выберите правильные формулы, что вы будете делать для того, чтобы все объекты визуализации начали работать как одно единое целое и визуализировать картинку. То же самое, что относится к визуализации, как я говорил, задавайте для себя правильные вопросы и отрабатывайте на ваших данных. Зависит ли способ взаимодействия с объектами визуализации типа используемых устройств? Ну, например, сейчас все говорят, а у нас на всех мобильных устройствах работает, все здорово. Ну, вы дальше попробуйте, просто возьмите и скажите, вот у меня есть столбчатая диаграмма, я это сейчас покажу вживую, и я хочу визуально, раз уж я их вижу, захватить какие-то элементы на диаграмме, один столбик, например, два столбика, три столбика, неподряд идущие, например, столбики. Почему мне это важно? Ну, потому что мышкой-то я, когда сижу над ноутбуком, я могу воспользоваться мышкой, и еще у меня клавиатура есть. Я, например, несколько столбцов, как и, например, в Excel, могу выделить, если я нажму мышку и буду держать клавишу Ctrl. А если вы говорите то же самое, должно работать на мобильных устройствах пальчиками. Ключевой первый вопрос, где там клавиша Ctrl? Либо этот интерфейс предусмотрен, либо, соответственно, оно там работать не будет, хотя формально вам на мобильном устройстве могут показать какой-нибудь дашборд. Вот ключевой вопрос не что вы видите, а как вы сможете с этим взаимодействовать. Можно углубляться в вопросы, что такое картография. Картография — это просто возможность посмотреть, например, на картографической подложке с видевыми городами, дорогами, какие-то цифры, привязанные к координатам, либо вы можете выполнять какие-то расчетные операции с картами, например. Например, у вас есть какие-то точки, есть какие-то полигоны криволинейные, и вы хотите понять, какие точки принадлежат каким полигонам. Или какие полигоны, например, пересекаются между собой, какими площадями. То есть вопрос, у вас только визуализация или у вас возможность выполнять какой-то дополнительный картографический анализ. Лишняя какая-то картинка на экране. Ну и с точки зрения разработки, как происходит процесс разработки, что нужно пользователю для разработки программного обеспечения. Может ли он использовать обычный веб-браузер или ему нужно обязательно в десктопной версии приложения это создавать, а потом публиковать на сервер. Например, как я говорил, есть ли автоматическое масштабирование, и при этом автоматическое масштабирование абсолютно тупое, когда у вас просто минимизируются объекты на маленьком экране, и вы пальцами по ним после этого не можете щелкать. Или у вас объекты минимизируются интеллектуально так, что с одной стороны они становятся как можно меньше, так чтобы занимать меньше места на маленьких устройствах, но при этом вы можете с ними даже пальцами взаимодействовать, даже если у вас нет мышки и точная возможность указания этих объектов, то есть вы даже пальцами потолще спокойно с ними попадаете. Как это все работает? Давайте просто на примерах посмотрим. Понятно, что тут можно долго показывать эти примеры, но я, опять же, подготовил несколько наборов данных к тем, чтобы это можно было посчитать. Первая вещь на предельно простом наборе данных. Я покажу, опять же, в клике, поскольку там это показывается проще всего. Создаем третье приложение. Показываю данные, которые я буду использовать. Данные у меня те же самые товары, но немножко другие названия столбцов. Сделал я их так, чтобы можно было что-то посчитать. Но, в частности, у меня теперь есть товар цена и товар продажи. Первая вещь, которую мы уже видели, это разные группы товаров. Первый, второй, третий, и для них есть соответствующие цены. Есть продажи, первый, второй, четвертый, то есть тоже несоответствие по данным, и для них есть количество. А цель у меня использовать инструмент для загрузки данных. И вторая задача сделать хотя бы простейшие расчеты, но посчитать общую стоимость проданных товаров. Соответственно, мне нужно элементарную вещь сделать, цену умножить на количество. При этом эти данные находятся в разных таблицах. Давайте попробуем это сделать. Соответственно, берем и нашу табличку загружаем. В данном случае у нас цена интересует и продажи. Добавляем. Устанавливаем связь по тому же товару. Загружаем наши данные. Смотрим, модель ничего нового не изменилась. Ключевое поле товар. Смотрим, что получает наш пользователь с точки зрения логики. Еще раз я говорю, играемся просто с табличками, даже бог с ними тут с диаграммами. Ничего сложного здесь нет. Я говорю, я хочу увидеть все товары, просто добавляю товар. У меня все четыре товара. Они сведены из разных таблиц. Мы видели, что разные наборы товаров присутствуют. Дальше я говорю, покажи мне, пожалуйста, цену для этих товаров. Могу для демонстрации того, что цена не искажается, просуммировать эту цену, например. Все то же самое будет, только итог еще появился, а сами цены не исказились. Это показывает, что и сочетание кликом отслеживается правильно, и расчеты делаются правильно. А теперь я усложняю задачу. Я говорю, я хочу цену умножить на количество. Поэтому я беру, например, добавляю сюда цена, говорю сумма, цена. И вот здесь вот в редакторе говорю, ну как по-человечески, как бы вы написали, сумма, цена умножить на количество. Согласны? Ну, по-моему, предельно просто. Соответственно, можете проверять и убедиться в том, что цифры правильные. Везде, где есть цена и соответствующее количество, соответствующим образом это все перемножено, и мы получили соответствующую правильную сумму. По-моему, проще уже не написать. При этом, еще раз обращу внимание, у нас было два источника с разными наборами товаров. Мы об этом не думаем, как бизнес-пользователь. Соответственно, у нас цены и количество находятся в разных таблицах, но мы не думаем ни о таблицах, ни об их названиях, ни о типах реляционных отношений. Мы просто пишем бизнес-сущности, бизнес-формулу, так как мы понимаем эту задачу. Мы знаем, что есть понятие у товара цена, есть количество, и для того, чтобы рассчитать общую сумму продаж, перемножаем цену соответствующего товара на его количество и дальше суммируем. Проще, по-моему, некуда. Давайте попробуем сделать то же самое в Power BI. Ну и пока у меня загружается Power BI, еще раз обращу внимание, что в клике, когда я говорю мера и измерение, в данном случае я в качестве измерения выбрал товар, то есть по товарам я смотрю все эти цены, продажи и прочие вещи. То я, собственно, сказал, поле товарам будет измерением, ну а поле цена и количество будут мерами как-то вовлечены в расчет меры, просто указал, как это считать. Я не привязывал ни измерения, ни меры, ни каким таблицам, это, не дай бог, не привязано никакой, собственно, модели. Я просто в объекте визуализации описал логику бизнес-расчетов. Предельно просто, без всякой техники. Что я делаю в Power BI? Я беру, соответственно, тот же файлик. Из него беру мои цены и мои продажи. Вижу, у меня по товару все связалось. Первый сюрприз, который меня, как мы видели, уже ждет, зависит от того, откуда я товар возьму. Если я посмотрю товар-цена, то я увижу часть товаров, первый, второй, третий. Если я, соответственно, выберу товар из таблицы количество, то я увижу количество. А теперь я хочу посчитать сумму. Если мне, соответственно, воспользоваться теми терминами, которыми оперирует Power BI, они говорят, ну есть понятие, во-первых, двух вещей есть мера, есть вычисляемый столбец, есть еще какая-то быстрая мера, ну бог с ним, достаточно первых двух. Возникает вопрос, ну если новый столбец, это понятно, что это как-то к таблице будет привязано, если мера это как-то по-другому будет привязана, я думаю, может быть, мера это что-то человеческое и нормальное, и начинаю писать эту меру. И перед тем, как я ее пишу, ну я даже ее по-русски напишу, стоимость равняется, почти как в Excel пишу, я обнаруживаю интересную вещь, что эта мера прицепилась к конкретной таблице. На самом деле, какой таблице была у вас выделена, в той, собственно, таблице она и будет создана, и это на самом деле важно. Я сейчас не буду вас грузить техникой, если кто-то захочет поэкспериментировать, потому что в зависимости от того, к какой таблице привязана мера, настолько корректно вы ее потом сможете или некорректно использовать в последующих расчетах. Поэтому здесь уже на этом этапе нужно подумать, как вы привязываете ваши вновь появляющиеся формулы и расчеты к вашей модели. То есть вы делаете объект визуализации, а вас говорят, нет, ты в модели это погружаешь. Ну ладно, бог с ним, продолжим. Соответственно, вы говорите, хочу просуммировать, ну точно так же по аналогии, как я в клике написал. Пишем формулу суммирование. И второй сюрприз, который вы обнаружите, и должны будете бизнес-пользователи в это погрузить, иначе считаться неправильно будет, что у вас есть четыре варианта сумм. Четыре варианта сумм следуют, ровно исходя из того, что у вас существуют разные типы реляционных отношений. Опять же, сейчас не буду заниматься тренингом для вас, но разные типы, соответственно, сумм должны будут подразумевать, вернее, разные типы реляционных отношений должны будут подразумевать, что вы используете разные формулы суммирования, иначе они неправильно будут считать ваши данные. Соответственно, если вы почитаете даже блоги, например, людей, которые любят Power BI и много чего у них там получилось, они шутливо задают в начале статьи вопрос, какую же мне из этих формул выбрать в каком случае, дальше идёт 3-4 страницы описания, после чего идёт такой шутливый ответ. Ну, вы поняли, как выбрать? Ответ — it depends, это зависит от ситуации. Соответственно, в итоге, если убрать шутки, то это означает, что я пишу формулу, но перед тем, как я выберу конкретную формулу, даже если я научен и знаю, как каждая из формул используется при соответствующих типах реляционных отношений, это означает, что я не могу продолжить написание этих формул, потому что я должен выбрать правильную, а выбрать правильную я смогу только заглянув вот сюда и увидев тот тип реляционных отношений, в данном случае один ко многим, который у меня есть. Почему я это должен сделать? Ну, на двух табличках я это мог запомнить, и, может быть, не обязательно заглядывать. А если у меня, например, 40 таблиц, и вы выполняете расчёты между ними, то понятно, что 40 таблиц вы в голове и типа реляционных отношений держать не будете, вы всё равно должны погрузиться вот сюда. То есть вы не можете отвязаться от модели, вы не можете просто писать бизнес сущности, вас погружают постоянно в технику. Продолжаем писать, соответственно, нашу стоимость. Предположим, мы хотим использовать функции суммы. Третий сюрприз, который вам говорит, не, подожди, мало того, что ты должен написать, что с чем суммировать, так ты это что-то ещё должен указывать в привязке к конкретной таблице. Поэтому если у вас таблиц не две, у вас список будет гораздо больше, если у вас 20, например, таблиц, то вы должны будете помнить, из какой таблицы какое поле взять, почему это важно, мы уже с вами видели на поле товар, потому что сейчас поле товар, например, содержит разные значения у себя, и в зависимости от того, на какое поле из какой таблицы вы сошлётесь, в зависимости, такой будет результат у вас. Если я не поленюсь, и, предположим, из предложенного мне списка пытаются упростить жизнь, выберу такие количество моё и попытаюсь написать умножить на продажи. Тут я увижу, что мне они уже перестали помогать, но я, тем не менее, настырный человек, пишу так, как это нужно, товар, цена. И здесь цена. То всё это я написал для того, чтобы в итоге закрыть скобку, нажать клавишу Enter и увидеть сообщение о том, что, извините, хоть мера — это вроде как мера, но реально это вещь, которая должна ссылаться на один столбец. И поэтому нравится вам это или не нравится, но так считать нельзя, вы, собственно, в данном случае не сможете использовать это суммирование, потому что так формула не работает. То есть, опять же, нужно выяснять, а почему она так не работает, как это связано с разными таблицами и так далее. Соответственно, решать можно задачу там, на самом деле, несколькими способами, но давайте всё-таки решим эту задачу. Я сделаю это обычно более понятным людям способом, нежели мерами. Я сделаю вычисляемый столбец, где я скажу, что вот здесь вот я хочу сделать вычисляемый столбец и я хочу, собственно, моё количество товаров, в данном случае сумма по количеству товаров, умножить на соответствующую цену, но дальше будет сюрприз. Опять же, я не могу здесь ссылаться, обратите внимание на поля, которые у меня находятся в другой таблице, даже если я знаю, что цена у меня находится в другой таблице. Я должен в явном виде формулу указать, что инструмент должен понять, что поле, на которое я ссылаюсь, находится в другой таблице. В данном случае есть для этого оператор related, который позволяет мне сослаться на соответствующую цену в другом таблице. Ну и вот после этого я могу нажать enter, и, соответственно, у меня появится тот самый столбец, который я могу вывести сюда и посмотреть, собственно, на цены, вернее, на стоимости проданных товаров. При этом, опять же, увижу сюрприз некий о том, что несмотря на то, что я вот так вот старался все это писал, у меня замножились данные. Если продолжать играться с этими играми, выяснится, что формулу надо было писать, на самом деле, создавая вот это вычисляемое в столбце, столбец не в таблице товар-продажи, а в таблице товар-цена. Тогда бы она отработала нормально. Если кому-то не лень будет, можете этот пример на досуге повторить и поиграться, потом попытаться понять, а почему это происходит так или не иначе. Технически с этим можно разобраться, почему это так, но подытоживая, подытоживая, идея заключается в том, что даже если для вас создали модель, даже если у вас выведены все соответствующие поля, добиться элементарно правильных расчетов, не погружаясь в технику, в нюансы, связанные с названиями таблиц, с нюансами, связанными с типами реляционных отношений, с нюансами, связанными с разнообразием формул и нюансами того, что такое мера, что такое столбец и каким таблицам она должна быть привязана, вы правильных расчетов не получите. Как бы вы ни старались этого делать. Соответственно, очевидно, что если модель создавать из большего количества, чем две таблицы, то вы уже на этапе этих простых примеров, еще даже не доходя до сложных визуализаций, просто зашьетесь. Следующая вещь, посложнее давайте возьмем, по реальней, поближе к жизни. Я в качестве ближе к реальной жизни возьму целый набор данных, состоящий из шести элементов. Ну, обещал посложнее задачку. Соответственно, есть у меня сотрудники, дальше увидим, есть адреса сотрудников, есть, давайте просто покажу бегло, чтобы было понятно, о чем идет речь. Есть некие сотрудники, есть адреса этих сотрудников, те, кто был на прошлой лекции, видят, что данные те же самые, некие персональные данные по этим сотрудникам. У меня есть информация о складах отгрузки, по которым производятся отгрузки. У меня есть информация по планам отгрузок. При этом есть эти планы отгрузок, ну, предположим, для конкретики это годичные планы, то есть гранулярность раз в год планы устанавливаются. У меня есть факт отгрузок, и здесь гранулярность другая, уже по датам, соответственно. Ну, и есть еще у меня такое понятие, как премии, то есть людям еще и платятся премии. То есть, в принципе, можно было поставить задачу вычислять объем денег, который получает в качестве премии каждый из сотрудников при условии, что он отгружал какой-то товар. Соответственно, делаем, пытаемся собрать модель в клике, причем сразу могу сказать, что эта модель, ну, вернее, эти данные уже в какой-то степени предподготовлены, почищены, ну, то есть структура предельно простая. Вы сейчас увидите, что она действительно простая. В более сложных случаях в любом инструменте может понадобиться посидеть с этими данными и привести к какой-то более понятной структуре, но даже если она простая, что я, собственно, делаю для того, чтобы все это увидеть как единую картинку. Ну, я начинаю добавлять источники. Фамилии, имена, отчество сотрудников. Добавляем данные. Здесь некий рутинный набор операций. Товар-премия. Уж извините, на это придется посмотреть, пока я все добавлю. Просто подряд добавляю их сюда. Итого проверяем себя. У нас шесть элементов, шесть источников данных, и здесь их тоже шесть. Можно, конечно, посмотреть, какие из полей совпадают, какие рекомендует нам клик объединять. Я это показывал на прошлой лекции, но я сейчас не буду тратить время, скажу, покажи мне все, вот как ты это видишь. И можно, на самом деле, посмотреть, какие реальности, поля он использует для связи. Например, здесь номер сотрудника все правильно распознал. Здесь, например, это, собственно, название товара. Здесь это, собственно, склады отгрузки, по которым у нас нашел это. Ну, а здесь премии тоже по идентификаторам регионов он нашел. Все хорошо, собственно, он здесь помог. Если бы он не помог, можно было бы точно так же в сценарии загрузки… Не нажал на кнопочку применить. Можно было бы в сценарии загрузки настроить эту логику и получить вот эту вот модель. Но теперь дальше, что я, собственно, хочу сделать. Я хочу сделать элементарную вещь. Я хочу отобразить простейшие взаимосвязи в данных, ну и, например, посчитать объемы отгрузок в виде плановых показателей, объемы отгрузок в виде фактов. То есть я даже ничего писать в виде формул сейчас не буду, просто существующие данные в виде планов и фактов простым суммированием хочу посчитать. Отобразить при этом их в разрезе сотрудников, в разрезе регионов. Ну и, например, нестандартную вещь. Я хочу посмотреть, например, для каких регионов у меня сотрудники вообще выполняли отгрузки. Сколько таких сотрудников было, например, в каждом из регионов. Или для каких, наоборот, сотрудников, в скольких регионах они работали. Я как бизнес-пользователь начинаю просто играться с моими данными. Что я для этого делаю? Я начинаю видеть все поля, независимо от того, что у меня было шесть источников. В модели, если кто-то не верит, они по-прежнему присутствуют в виде шести таблиц, связанных между собой, собственно, ключевыми полями, так как мы это видели при моделировании. И я начинаю просто визуализировать. При этом я не задумываюсь, откуда какие поля взяты. Для меня это выглядит как единое множество. Я просто набрасываю диаграммы. Первую диаграмму я говорю, я хочу увидеть, соответственно, например, по фамилиям, увидеть объемы отгрузок. Получил. Дальше то же самое. Говорю, хочу увидеть по регионам. Ну, например, соответственно, беру регион отгрузки, точно так же добавляю, точно так же объем считаю. Можно там отсортировать как-то, ну, это уже вопросы игры с объектами. Третий график, важно. Я говорю, я хочу посмотреть теперь количество, еще раз, количество регионов, которых выполняли отгрузки мои сотрудников. Я выбираю фамилии, откладываю по осям и считаю регионы. Функции count, поскольку в регионах у нас используется значение названия регионов. Ну и как минимум, я вижу, что у меня столбики разные, в смысле, разной величины. Можно для конкретики здесь сказать, покажи мне, пожалуйста, это цифрами. Вот так вот. Видно, да? То есть не во всех регионах все сотрудники отгружали. Теперь такую же элементарную вещь я пытаюсь сделать в Power BI. Да. А? Да, пожалуйста. Что-что еще раз? В данном случае, если вы хотели увидеть индивидуальные регионы, то можно было включить функцию countDistinct. Да, в этом случае было бы список уникальных регионов, и оно было бы не больше, чем количество регионов. А поскольку я функцию countDistinct не включил, это означает, что я фактически считаю количество экземпляров отгрузок, которые выполнялись этими сотрудниками в любых каких-то регионах. То есть, условно говоря, я не знаю, какие здесь регионы есть, но в целом сотрудник госпожа Мышкина у меня выполнила 43 отгрузки по каким-то регионам. Может быть, часть этих повторяющихся, часть уникальных, но меня сейчас интересует не просто уникальный, а просто, грубо говоря, сколько раз Мышкина в каких-то регионах что-то отгружала. Ну, ради бога, мы можем посмотреть это. Да, согласен, что с точки зрения терминологии было бы правильнее, наверное, если я говорю о том, что я хочу понять, во всех регионах они отгружали или нет, вот здесь вот добавить еще ключевое слово distinct, distinct, да, и на самом деле понять, в скольких регионах каждый из них отгружал, и мы увидим, что и это у нас тоже, в общем, правда, не во всех отгружали, да. Согласны? Окей. Теперь делаем то же самое в Power BI. Чтобы быстрее было. Опять же, неважно, в какой последователь, но в какой-то добавляем FIO сотрудников. Вы имеете вот здесь вот так. А, окей, спасибо. Давайте, давайте так. Так. Дальше мне их просто здесь не выбрать, да? Так. Объединить и изменить. Но он сейчас все это потянет к себе. Давайте мы лучше больше времени потратим, но как-то заведомо работающим способом. Бог с ним. Я не предлагаю сейчас, я говорю, сравнивать с точки зрения оптимальности интерфейсов. Это уже там вопросы такие соревновательные. Сейчас разговор не об этом. Предположим, что мы так или иначе это загрузим. Пару минут подождем. Клады. Субтитры создавал DimaTorzok Опять же, мы загрузили фактически все источники. Можно придираться к тому, что не распознаны были нормальные заголовки, но тем не менее не будем придираться. Просто подскажем, что у нас в складах отгрузки нужно использовать первую строку как заголовки. И в принципе нам Power BI что-то построил. Ну, какие-то связи мы настроить можем руками. Сейчас опять же к этому не придираемся. И номер сотрудника у нас с номером сотрудника связан. Вот мы получили итоговую модель. В отличие от клика, есть некоторые нюансы, которые, казалось бы, можно не погружаться у нас. Это полноценная реляционная модель с типами отношений. Они здесь разные есть, один ко многим и так далее. Теперь пробуем как бизнес-пользователь абстрагироваться от этой модели. Предположим, что нам ее кто-то подготовил, правильно подготовил, и мы хотим просто повизуализировать данные. Что мы, собственно, делаем? Первое, что мы делаем, берем диаграмму такую же и говорим, что мы хотим по фамилиям сотрудникам увидеть объемы отгрузок. В данном случае нам тут Power BI помог. Он уже взял и просуммировал эти значения. Я даже сумму рисовать не буду. То есть он нам эти столбцы показал. Точно так же я беру и делаю такую же диаграмму, как я это делал в клике. Я беру регионы сотрудников, пардон, регионы отгрузки и показываю те же самые объемы. И последнюю табличку, вернее не табличку, а диаграмму. Я хочу по моим сотрудникам посмотреть количество регионов отгрузки, в которых выполнялась отгрузка. При этом я хочу считать это функцией count, количество. Вот оно у меня, собственно, предлагается выбрать, было предложено. И наблюдаю интересную вещь, что в отличие от клика, количество везде одинаковое, по 50. Можно полистать, можно посмотреть, увеличить на весь экран, чтобы было все видно. Но их количество одинаково. При этом должно быть вот так вот. Вопрос для меня, как для бизнес-пользователя, что я сделал неправильно. Ведь, в принципе, у меня модель есть, мне ее подготовили, все здорово. И тут вы начинаете погружаться в еще дополнительные вещи. Я не говорю это в категориях, правильно или неправильно. Технически может быть это и правильно. Но с точки зрения бизнес-пользователя это означает, что вы должны бизнес-пользователю пояснить, что мало того, что существуют разные типы реляционных отношений, потому что если вы начнете еще считать более сложные формулы, как мы видели, количество на цену перемножая, вы должны еще учитывать типы реляционных отношений. Так мало того, вы еще должны учитывать вот эти вот направления, так называемые стрелочки, направления фильтрации. Это вообще никакого отношения к реляционной логике не имеет, вы не найдете это в классических учебниках реляции. Это придумка компании Microsoft. Зачем они это сделали? Ну, они говорят о том, что это возможность оптимизировать производительность, но, по сути, в чем у нас сложность? Дело в том, что когда я беру таблицу фактов, она у меня вот посерединке, ее нарисую, перетащу, а все остальное считается справочниками, смотрите, они стрелочками как бы смотрят все туда, то если я в качестве измерений беру любые поля из вот этих таблиц справочников, а в качестве мер беру данные из таблиц фактов, ну, например, я весь делал брал объем, рассчитывал по сотрудникам и по, соответственно, регионам, то вот эти стрелочки, ссылающие на таблицу фактов, означают, что Power BI понимает, что на различных отборах этих значений измерений можно считать, фильтровать значения фактов. А вот когда я делаю более хитрую вещь, я говорю, посчитай мне, пожалуйста, по моим сотрудникам вот этим вот, количество регионов, которые непосредственно не связаны, они связаны через таблицу фактов, то я благодаря вот этим настроенным правилам фильтрации не могу этого получить, посчитать, потому что у меня вот здесь вот, собственно, эти правила фильтрации не настроены правильным образом. Я сейчас не буду, опять же, вас заниматься обучением техническим, того, как нужно настраивать это направление кросс-фильтрации, однонаправленным, двунаправленным, в каких случаях, собственно, и как. Я просто для того, чтобы устранить эту проблему, тупо сделаю двунаправленную фильтрацию. И мы с вами увидим, что после этого наш с вами график превратится в тот вид, который ожидалось, который мы сразу получили в кликсенс, не делая ничего. Это неплохо, казалось бы, и нехорошо, но очевидно, что если вам с точки зрения бизнес-пользователя дали что-то готовое, то вы как бизнес-пользователь, если не хотите ломать голову с неправильностью расчета, вы должны будете все связи настроить двухсторонние, тогда возникает вопрос, зачем эти вообще вещи выносятся на уровень пользователя. А если вы в этом еще и не понимаете, то вы никогда не получите правильных расчетов. Следующий уровень погружения. Я говорю, слушайте, ну мне же не просто вот эти графики нужны, они же не просто для меня как картинку в баню сходить, кому-то показать. Я хочу поисследовать данные. Если я подразумеваю что-то под исследованием данных, то что это означает? Если я что-то вижу, то это что-то я визуально хочу захватить и погрузиться в детали. Ну, например, я вижу у себя лидера по отгрузкам госпожу Елену Прекрасную, там, по-моему, ее зовут Елена, но бог с ним, прекрасная фамилия. То это означает, что я щелкаю по ней и автоматически вижу во всех диаграммах информацию, связанную с этим человеком, и, соответственно, вижу распределение ее продаж по регионам. Если мне нужен какой-то другой сотрудник, я выбираю другого сотрудника, вижу по нему. То есть, опять же, выбираю этого сотрудника в сочетании с этой. При этом, в районе внимания, волшебство, я использую только мышку или мог бы использовать, собственно, пальцы, если бы это был экран мобильного устройства. Я могу выбирать элементы подряд, могу не подряд, могу там в любой комбинации. Соответственно, автоматически вся информация у меня синхронно показывает целостную картинку. Я ничего не настраиваю между объектами визуализации. При этом я могу ввести последовательное погружение в детали. Например, говорю, меня интересует топ-3 сотрудника. Дальше в разрезе топ-3 регионов. И я, соответственно, вижу те или иные отгрузки по трем сотрудникам, по трем регионам. Я сейчас работаю на множестве этих сотрудников и на множестве этих регионов. То есть я, не делая никаких дополнительных действий, путешествуя по тем объектам визуализации, которые отображают интересующую мне информацию, погружаясь в детали до того уровня, который мне требуется для принятия решений, для понимания взаимосвязей в данных. Теперь давайте попробуем элементарные такие же действия сделать в Power BI. Я говорю, ну окей, хочу такую же интерактивность. Беру, щелкаю, появление прекрасное. Говорят, да, не вопрос. Мы тоже вроде как умеем фильтровать какие-то данные. В каком смысле? Мы тебе показываем Елену Прекрасную в контексте всех остальных сотрудников, но мы тебе показываем зачем-то доли вот этих вот, собственно, регионов. На самом деле это вопросы настроек. Я мог попросить точно так же показывать не доли, а показать конкретные отгрузки. Но я дальше хочу сделать следующий шаг. Следующий шаг заключается в том, что я хочу выбрать другого сотрудника. Я это могу сделать точно так же, как в клике, например, в разрезе другого сотрудника. Ну, у меня, полагаю, что это… Сейчас, секунду. Другого сотрудника все как бы меняется. Все точно так же пересчитывается. Ну, доли вот эти вот видны, да? Но я хочу дальше сказать. Я хочу выбрать несколько сотрудников. Я выбираю первого. Хочу выбрать второго. Обратите внимание, у меня не получается. Я должен для выбора использовать клавишу «Контрол». Клавиша «Контрол» все это получается. Но возникает дальше вопрос о на мобильных устройствах как. Следующий шаг. Я говорю, предположим, я выбрал несколько сотрудников. И теперь в разрезе этих трех выбранных сотрудников хочу посмотреть по трем каким-то выбранным регионам, как они себя ведут. Я делаю дальше следующую вещь. Я жму кнопочку «Выбираю регион», подразумевая, что я хочу продолжить работать на тех сотрудников, с которыми я работал. Но вместо того, чтобы продолжить углубляться в данные, я по большому счету сбрасываю предыдущие отборы и говорю, а теперь мы смотрим всех сотрудников, но в разрезе этого региона. Точно так же, если я захочу посмотреть по нескольким регионам, я могу это выбрать. Но любая попытка погрузиться в детали, захватив эти данные, скажу, а теперь хочу эти два региона увидеть в разрезе каких-то сотрудников. Приводит не к погружению, а к сбрасыванию предыдущих фильтров. То есть это не исследование, а фактически попытка в нарисованной отчетности видеть данные в разных разрезах. Если я говорю, что нет, я хочу все-таки реализовать вот ту логику, которую я реализовал в кликсенсе. На самом деле вам нужно будет сделать другую вещь. Вам нужно будет настроить фильтры. И сюрпризом для вас начнется то, что эти фильтры у вас нужно настраивать на объектах визуализации. Это вот то, что я показывал, что в общем случае вам нужно будет настроить столько фильтров взаимодействия между объектами визуализации, сколько у вас объектов визуализации. Некоторым упрощением для вас будет являться то, что у вас есть разные типы фильтров, но даже для попытки понять, что это такое, уже в общем вопрос, как вы это будете бизнес-пользователям объяснять. Потому что есть фильтры уровня визуализации, есть фильтры уровня страницы, есть фильтры уровня отчетов, и есть еще и там drill-down фильтры, чуть-чуть ниже не поместились на экране. И все это ради того, чтобы собственно строить взаимодействие между объектами. Следующая вещь, если вы говорите, я хочу отбирая вот этих фамилий сотрудников, фильтровать все на странице, вы перетаскиваете, например, это на уровень страницы. Можно сделать отдельный объект визуальный, но смысл логики заключается, которая здесь не изменяется, в том, что выбирая данные в виде фильтров, это не то, что вы выбираете данные на объектах визуализации, потому что, обратите внимание, если я выбираю здесь какой-то объект, это не означает, что он появляется здесь. А если я их выбираю здесь, то я получаю интересную вещь. Логика человеческая. Я говорю, окей, я не могу интерактивно выбирать и погружаться в то, что мне нужно, но я могу увидеть, например, топ-5 лидеров. И хочу их выбрать вот в тех фильтрах. Что я делаю? Я говорю, я должен… Так, у меня прекрасная печенкин столов выходов ложечкина. Пытаюсь это делать. Выходов ложечкина. Ну, можно поискать здесь, конечно. То есть я должен ручками вот это вот выбирать, как кого-то выбираю. И проблема заключается в том, что если я правильно не запомнил, не записал, кого же я хочу интерактивно выбрать, вы никогда, собственно, корректно не выберете. А если я список элементов, которые я представляю в списке здесь, фильтры, сделаю побольше, то, в принципе, сама идея выбора для исследования нужных вам вещей, она становится нереальной, потому что, собственно, вам, с одной стороны, технически дан инструмент для того, чтобы указать, на каких элементах должно что считаться, с другой стороны, у вас эти фильтры и, собственно, сам объект визуализации связаны только через вашу голову. То есть у вас интерактивно не дается возможность данные исследовать, а дается возможность просто показывать в виде отчета. И если, соответственно, дальше вы захотите, чтобы вот эти вот фильтры, которые вы отбираете, действовали, я говорю, в какой-то специфической логике, это приведет к тому, что вы будете настраивать это взаимодействие для всех, собственно, объектов, потому что если точно так же я захочу, чтобы отборы у меня на уровне регионов происходили и влияли на все, это означает, что я на объекте визуализации здесь должен буду сделать эти фильтры или, опять же, фильтры регионов перетащить сюда на страницу. И так это нужно будет делать для каждого поля, для каждого атрибута, который я захочу использовать для вот такого интерактивного исследования. Поэтому если вы попытаетесь что-то подобное сделать, это не говорит о том, что это сделать невозможно, это говорит о том, что времени и усилий, которые вы потратите на создание чего-то сложного, уйдет несоизмеримо больше, чем, например, в клике. Если мы будем то же самое показывать в табло, просто время заканчивается, если захотите, можете такой же эксперимент провести, там картинка чуть-чуть попроще, в силу того, что табло сознательно, я говорю, упрощает модель до одной таблицы, но сама логика визуализации остается той же самой, поэтому в табло вы, например, точно так же увидите термины отдельный объект визуализации, пока вы работаете с отдельным объектом визуализации, все здорово, но как только вы собираетесь сделать дашборд, то есть наборов объектов визуализации, работающих как одно целое, у вас там прилетит тоже понятие фильтр на визуализацию, фильтр на отчет и пойдут настройки между этими отдельными объектами. Ну и очевидно, что чем больше таких объектов, тем больше настроек и, собственно, трудозатрат у вас будет несоизмеримо больше. Именно поэтому, если вы посмотрите, проведете анализ, например, заказчиков, у которых используются продукты не на простых вариантах визуализации, а на действительно сложных дашбордах, то вы, как правило, на Tableau и на Power BI сложных дашбордов-то и не увидите, потому что люди, которые попытались их сделать, как-то машут руками и понимают, что трудозатраты на, собственно, создание сложных дашбордов растут пропорционально и сложности модели, и сложности, и количеству самих объектов визуализации. Понятно, что то, что я рассказываю, может показаться, ну, нескольким предвзятым вариантом, да, с точки зрения клика. Поэтому лучшим, естественно, вариантом проверки ваших трудозатрат будет попытаться это сделать самим на тех или иных инструментах, благо, собственно, и Power BI, и Tableau, и клик существует возможности свободного скачивания, и вы можете, собственно, это сделать без всяких проблем, промоделировать на своих данных, подытоживая, что хотелось бы просто обратить, на что обратить внимание. Если вы хотите действительно проверить продукты, то верьте не простым каким-то демонстрациям, демонстрациям, там, на одной табличке, где, собственно, в любых продуктах все будет просто, здорово, а создавайте какие-то более-менее сложные модельки, более-менее относящиеся к реальной жизни, ну, хотя бы вот это вот, да, вот такое вот, и попробуйте дальше что-то посчитать, что-то повизуализировать, попробуйте режим исследования, попробуйте, собственно, это открыть в браузере, попробуйте на разных мобильных устройствах, посмотрите, как работает пальцеориентированный интерфейс и что позволяет вам, собственно, продукт. Он позволяет вам просто смотреть на статические цифры и выбирать фильтры, или он позволяет погружаться в детали и исследовать информацию в любых направлениях. Как заключение рассказа, мне бы еще хотелось обратить ваше внимание на еще один аспект сравнения, я не буду уже здесь его показывать, поскольку это сугубо такой технический момент, но, тем не менее, критерии сравнения приведу, чтобы вы могли их для себя анализировать. Как только вы выходите на задачу создания ни одного какого-то приложения, у вас много приложений, у вас много пользователей, собственно, понятно, что у вас пропорционально растет нагрузка на создание моделей в этих приложениях, на создание объектов визуализации сложности, то есть это еще может увеличиваться с ростом количества задач в вашей организации. То есть здесь нужно задавать еще дополнительные вопросы того, насколько, собственно, вы сможете это масштабировать, причем не только сугубо технически, то есть на каких серверах это будет работать, а, соответственно, инфраструктуры. Ну, например, если мы говорим о том, что какие-то продукты вы выбрали для себя, задайте себе вопрос на вашей инфраструктуре с вашими данными, вы где будете работать? Если мы говорим, например, о Power BI, то вы поймете, что все варианты загрузки данных и весь функционал, который входит в этот продукт, доступен только в облаке. Если вы попытаетесь сделать это во внутренней инфраструктуре, например, для тех данных, которые у вас являются режимными или конфиденциальными, которые вы по какой-то причине в облака отдавать не хотите, вы можете попытаться создать свою собственную инфраструктуру на отдельных продуктах Microsoft, но это будет совершенно другая стоимость с точки зрения лицензирования и существенно меньший функционал, потому что весь функционал Power BI, как он, собственно, описан, например, на сайте, предоставляется только в составе облака. Если говорить, например, о клике и о табло, то вы можете их развернуть как в облаке, так и, собственно, на своих собственных инфраструктуре, поэтому эти два продукта обеспечивают большую гибкость. С точки зрения эластичности нагрузки, представьте себе сценарий не просто, когда вы сознательно понимая ваше количество пользователей, ваше количество данных и количество нагрузки, то есть, предположим, вы даже ее измерили, как-то построили прототипы, вы оперируете конкретными цифрами, представьте, что вы ставите себе задачу чуть-чуть дальше, чем просто запустить это в вашей организации. Вы ставите задачу на уровне предоставления услуг вашим бизнес-пользователям. Что это означает? Вы говорите так, вот у меня есть какое-то количество приложений, на моих серверах, там, не знаю, один, два, три сервера в кластере, например, работают, они балансируют нагрузку пользователей, а дальше у меня следующая задача. Я понимаю, что реально пользователей у меня больше. У меня их 100, 1000, там, 10 тысяч, ну, у кого как, да? И мне нужно под увеличивающиеся запросы пользователей, когда они сами начнут лезть в эти приложения, чтобы сервера посмотрели, сколько полиотека к ней лезет, могли понять, что ресурсов не хватает, и могли бы быстро добавить в кластер дополнительные вычислительные узлы. То есть, предположим, оборудование у меня есть, но мне нужно, чтобы это оборудование быстро разворачивалось под увеличивающуюся нагрузку, то, что называется эластичное масштабирование. Не всем организациям это нужно, но крупные заказчики это воспринимают абсолютно нормально и хорошо, потому что они говорят, мы, конечно, могли бы сразу зарезервировать там десяток серверов на будущее, но если они сейчас не используются, что они будут простаивать? Поэтому сама идея быстрого включения в контур дополнительных серверов по мере необходимости, она имеет право на существование. И вы перейдете к следующей категории. Вопрос, а сколько времени будет, например, разворачиваться дополнительный сервер, даже если ваша система аналитическая сможет понять, что ей нужны дополнительные физические сервера на развертывание? И тут, собственно, вы будете задавать вопросы уже технически, как разворачиваются ваши сервера. Причем будете их задавать не в категориях, на каких операционных системах они работают, там, Windows или Linux, например. Понятно, что Power BI работает на Windows. Соответственно, табло есть версии и под Linux, например, и под Windows, например. А будете задавать вопрос, а сколько времени будет у вас производиться развертывание нового сервера? И здесь вы уткнетесь в банальную вещь, что какие бы вы технологии виртуализации не использовали, самые крутые, навороченные, современные, насколько бы вы шаблонированное развертывание делали, все равно развертывание любого предподготовленного сервера, даже без инсталляции, а просто подъем с нуля развертывания его из готового шаблона, у вас будет занимать единицы или десятки минут. Ну, как правило, это в пределах 15-20 минут. Я имею в виду развертывание операционной системы, программное обеспечение, включение в существующий кластер, синхронизация данных и все остальное. И это вы никаким образом не ускорите, потому что это, собственно, ограничение самого подхода к классической виртуализации на уровне операционных систем. Если же, соответственно, мы говорим, например, о клике, видимо, этот слайд я здесь пропустил, но если захотите, почитайте. Клик единственный на данный момент вендор, который пошел дальше, сказал, что, ребята, мы продукт перенесли не просто, например, на Linux, а перенесли его в контейнеры Docker, если кому-то это, собственно, говорит о чем-то технические вещи. И, собственно, сценарий эластичного масштабирования обеспечивается на уровне создания нужного количества контейнеров, работающих в кластерах Kubernetes, которые при необходимости преувеличения нагрузки по скорости развертывания развертываются, собственно, десятки секунд, а не единицы или десятки минут. Поэтому, когда мы говорим о том, что вы используете те или иные инструменты бизнес-аналитики для большого количества пользователей под увеличивающую нагрузку, вопрос того, какие технологии у вас заложены, сам продукт архитектурный, который позволяет его масштабировать или не масштабировать на уровне современных требований. Соответственно, подытоживая, если вы когда-нибудь будете что-то выбирать и для себя оценивать те или иные продукты, то, что уже говорил, не сваливайте это все сугубо на технику, пробуйте сами это делать. Примеры, которые я специально подготовил и показывал, они, я думаю, что не являются суперсложными, чтобы их можно было повторить, и на своих данных это проверить, попробовать. Ну и, собственно, вовлекайте в оценку бизнес-пользователей, как показывает моя практика по работе, когда заказчик выбрал какой-то инструмент и привлек для этого только коллег из IT. Через какое-то время при массовом использовании этого инструмента коллеги из IT сами начинают очень часто жаловаться тому, что они не были готовыми к тому количеству запросов, которые бизнес-пользователь начинает на них сваливать, из-за того, что вроде начало получаться, но постоянно для инструмента нужно очень активное вовлечение IT. После этого коллеги из IT начинают аккуратнее к этому относиться и говорят, так, 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 вот бизнес, вот что он выберет, вот мы это будем поддерживать, ну вот, собственно, бизнес должен выбрать, ответственность будет на нем. Это говорит о том, что если вот айтишники, собственно, эту стадию один раз выбора того инструмента, который не понравился бизнесу, прошли, это означает, что они дальше уже как-то будут к этому относиться аккуратнее и ждать, пока бизнес что-то выберет. Поэтому, если вы еще эти стадии не прошли, не тратьте на это время сразу вовлекать, собственно, бизнес-пользователей в выбор инструмента и на их данных попытайтесь, собственно, вместе с ними проделать какие-то наборы данных, попытаться максимально быстро получить результат и дайте им возможность оценить, насколько это было для них просто или сложно. Ну вот, собственно, все. Если есть сейчас какие-то еще вопросы, то у нас осталось пять минут, насколько я понимаю, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!